добрый вечер добрый вечер дорогие друзья у меня для вас плохая хорошая новость плохая новость это то что основатель канала отец основатель как я его называю ушел в отпуск и у меня остались за старшего деваться некуда да с вами я евгений миршниченко у нас в гостях замечательный гроссмейстер владимир федосеев и хорошая новость что сегодня мы увидим настоящую битву двух в общем-то очень интересно гроссмейстеров андрей есипенко александр бортник уже на экране у вас ну что волос чего мы ждем скажи но я честно говоря жду что мать будет очень интересным ребята даже на первые в истории один с один договорились что все будет очень цивилизованная не будет перерыв после седьмого дура этим матч уже выделился но я надеюсь что выделиться и игрой и возможно спортивной интригой потому что последний матч 1-1 они как-то заранее решались поэтому я вот очень надеюсь что мы сегодня увидим матч буквально с интригой до последней минуты да ну прекрасно действительно перерыв после после 7 партии то есть проверки ли в короткий мы останемся в эфире уходить не будем дал у нас ребята с нами на связи давайте поприветствуем участников кто где вообще находится привет андрей привет александр здрасте привет я сейчас петербурге вот так вот неожиданно не будем раскрывать все карты что-то там делаешь до гуляешь по питеру белая ночь не белым нам и догадываемся белый говорить об этом не будем да а саша я я во флориде нахожусь майами да то есть там заснеженная жила снежный майами до заснеженный майами плохая погода да да дожди не приду даже так я перепутал это у нас у них там хорошо и тепло а я вот сейчас как раз смотрю да надерь басовской хорошая погода на поэтому бич опять идут дождь и вот подумал что мы что-то действительно я не там в данном случае все очень и очень неплохо должно быть ну что настроение боевое я надеюсь поэтому давайте до заканчивать своими бестолковыми шуточками давайте начинать играть до начнется бой да сейчас это у нас пока так мы что-то начали парк нет пока не начали ждем я буду начало ждем начало и все мы для игроков отключаем звук то есть они не будут слышать наши мои бестолковые комментарии володь не толковые комментарии да вот началась у нас партия я бы так не сказал белыми в первой партии андрея сипенко так ну и 4 и будем сейчас быть о-о-о защита алёхина да щит алёхина причем саша бортник играет защиту алёхина я помню мне кажется у него на канале были комментарии он обыграл алексея широва там ходу в 20 черных защитилю хорошо израиль за лицо алёхина вот но честно говоря мне всегда хотелось как-то если я с александром играю к нему жестко подготовиться вот именно против алёхина выйти сразу записать очко эпизодически меня это удается но он сопротивляется отстаивает алёхина до конца и не собирается сдавать любимый дебют любопытный ход 6 h3 да то есть далеко не претендующий на опровержение но это это сразу в стиле андрея да то есть он собирается по максимальной получить игру с контролем до дороги захватить поля все контролировать создать чуть-чуть неприятную позицию для соперника и посмотреть как он будет страдать до чат привет вы говорите фамилии перепутаны вы имеете ввиду в заглавии ничего не перепутано это просто участники матча играть они будут менять цвет соответственно сейчас белыми если пенка или фамилии у нас перегоню у нас не они перепутаны все в порядок все в порядке все 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 хорошо все хорошо так мы тоже вполне стандартная история только вот мне кажется в этой позиции как раз если у белых сыгран какой-то другой ход вместо h3 то черные избавляются этого слова ходят слон же 4 меняются на и в три стоят хуже но но у них нет плохого слона надо 8 что достаточно важно вот андрей его в игре оставил и в принципе но позицию черных может быть и неплохая но если они не проведут c5 то у них какой-то на мой вкус ухудшенный грюнфельда да 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 ну кстати вот слушай после конь d2 наверно c5 и нужно сейчас критика да да либо сейчас c5 либо никогда бы скорее всего никогда потому что белый действительно поставят коня куда-нибудь на е4 может слон f5 можем сыграть можно пытаться слон f5 да но в целом если как бы нет вообще черном объяснение слон f5 тоже да тоже кстати культур на коне 4 просто взял потом подготовлю c5 ладья d8 да причем там подумать еще какой или е6 может быть е6 и где-то c5 да как-то что-то у белых не срослось да немножко не он все равно стоимился именно к этим позициям я думаю что будет сыгран на коне 4 андрей возьмет два слона потом даст c5 побьет dc ну и вот какая-то будет такая борьба там может ладья наш 4 перекинется вот так вот начнем зашли ромат размен размен да и если в случае c5 там как-то взял dc c3 там вы потом как-то в зависимости от действия на е2 отсюда куда что она может скакнуть в бок да то есть какой-то такой можно ожидать план игры вот андрей задумался он видимо чувствует что момент довольно критический посмотрим что он будет делать да конь е4 сыграно да слушай я сообразил что на самом деле после размена c5 можно попытаться слон f4 включить от нет ни не пока под коня портала машин c 4 4 слоны в 4 до 5 отдать эту на b2 за взяли забыли на b4 никогда в игру не вернется там может стать 4 тут правда слон на b3 останется ну коня в 6 не отца 4 мы получим кони в 6 но тоже можно продолжать слона в 4 и вот что происходит нам придется куда-то может быть ферзатом d8 ходить да чтобы на dc пытаться отыграть там есть я еще бредовая дальше можно продолжать там вот и 5 сидела я бы 5 но это ну вот вообще не обязательно да так и смотри и удивил кстати удивился и бортник тоже то есть на самом деле по времени сравнялись какой-то момент было почти 40 минут уж под позиции чуть поделяется ребята решили подумать да вот то что мы с тобой обсуждали собственно до эфира что по нашему разумению стиль саша бортник от такой вот практицизм да то есть и вот решение е6 достаточно быстро то есть может быть черной могли c5 может быть не могли решил не вникать для блица кстати очень хороший очень такой здоровый стиль нормально солнце 5 охот не понимаю 6 нам разве выгодно вызвать то есть он же 5 взял под контроль поля может быть он уходит наш 4 даже в зажаре есть да просто чтобы там даже лишь опять да за чем их привлекательно смотрится в моем да но я не виду просто держать поле d8 может тут опять же белым не до жиру на самом деле тут еще кстати где-то как не станции водятся один пока но я веду в целом им имейте ввиду нужно да да надо какую-то трансформацию до взятия на c3 переход кстати что еще так а шрика ну посмотрим куда их красиво белые стоят нормально все все грамотно можно фест бы 5 подменяться весу да кстати как раз бы 5 интерес если есть мечта поменять фигзей если это геймплан то феста по 5 не глупо а я вот слушай я понял то что я-то играл много защиту алёхина и тут ладья вот на и 4 она нестандартно тут стоит стоит хорошо потому что так-то черных есть вот этот конец и 4 ты ходишь да и как-то белым неловко а здесь ладья на и 4 стополя раз контроль взял да может даже сам не понял что там все хорошо стоит но но стоит замечательно так он диссию это вот уже показатель если чем вот такой приходится делать то тут уже не знаю тот человек как это со слабым терпением типа меня уже и владеет е6 как бы может рассматривать ход вряд ли хороший но просто то что сама идея приходит в голову на себе побить на е6 это уже говорит о том что мы у белых довольно позиция перспективы перспективно так-то так по принципе можно определить что позиция перспективно если есть какой-то какой-то ресурс владеешь и заманчиво ну не знаю муж конь до 4 будет подводить есть какой-то ход ладятся 4 здоровье c4 сменять одну попытаться видимо то что александр хочет участвовать там конь до 7 пока пошел побил ничего себе а он не ну мне не нравится владеет так акунив 8 ферже 8 все-таки находится ресурс дали небольшой небольшой большой горе да ну что-то в моменте белый конец 6 никогда раз сломба 7 ладья до 2 канды 2 ладей 8 и просто ферза белый теряют ну там правда бьем в конце на и 8 и все-таки получаем довольно много фигур и за но я боюсь нам двойную да может найтись какой-нибудь сильный но не нашелся он пошел ферзь b6 а то это же хороших кстати ну да правда потому что конь потом забирать на b6 так белый пытается сохранить кстати посмотри в белый пас хотят датман сохранил фигуры владея 7 вот так на накручивать при без ферзей даже но не очень хорошего соперника выбрал до такой игры сейчас конь и 5 и видимо борьба пойдет на борьба зрелищу за то да ну конь не знаю насчет лучей вот такой в 3 b5 я бы черно уже взял куни в 3 обратно до черные ходят b5 скорее всего действительно чтобы логично владеев 8 кстати было сильнее владеев 8 и если размен то даже да там было развивали дарил от владеев 8 было супер технично все-таки сохраняется пока сохраняется у белых лагена 7 то есть это всегда какие-то угрозы да там сохранять ну да и если мы ее оставили то у белых в принципе ну вот он да что же получился а3 сейчас правда но все равно конь и 6 скакнул и какие-то каких-то угроз то много убил слона 6 там на 6 нету макада пока мата часы внутри может рассмотреть нет же гореть пошел удивительно вот как очень техничным слон на большой диагонали до защищает один слон собственно защищает против всего вот это вот амбициозное решение андрея мне не понравилось да то есть жертва владея 6 позиция не не просила этого делать да то есть она изменила характер борьбы в пользу чок не туда в общем изменила да вот конь потерялся партия владея 7 и шаг на средних сил они тут нет хода да похоже конец и 7 ладья до один шаг до а после шага 7 до конец до начинает с победой черными александр бортник до амбициозное решение такое на на эмоциях владея 6 и сразу же немедленно вторая начинается тут играем дебют слона дебют слона не читаемый шах слон до 2 у это прекрасный вариант слушай да 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 конь бит е5 я к сожалению не буду не могу сейчас может быть по сценарию да там супер смешной вариант он бьет е5 забрали осушайся я попробую показать и наверное мне не дадут до конь е5 размене ну ладно пошел конь стрим так конь е5 там к это была партия коваленко фридман кажется европа 17 интересно у меня была партия с кого это я бездарно атаковал тоже это европа 17 фридман тоже похожи позиции тоже дебют слона был это была сложная атака а как ни странно мне кажется он опять доволен итогами дебют из какой-то напряжение на черных созданную это жертва пешки ну да сейчас допускаем конь с 5 ну а на взятие видимо ходим е4 да да и да он собирается и 4 но я не понял когда е4 не смысле е д цд или е4 а ну то сейчас черный наверное это или я мне кажется ей 4 нечего дезаграда а теперь ей 4 хода нет белые собственно сейчас на компенсации нормально какой-то конь 5 даже конь в 8 нормально там кольмаш куда-то а b5 и слона на большую то это возможно тут вопрос белые могут быть может быть коня на коня на е3 коня на е3 как-то вот пользоваться тем что черный конь знать не на c6 на d4 в эту сторону нет это слишком плохо даст вам бассейн с по 5 ладиба 8 все под подвязался а что же есть какой-то фиржи в другую сторону есть такой фиржи 5 если еще есть ну поставил кто-то его на h5 потом конем отшел на е3 и группироваться там на королевском да но все равно как-то у черных красиво смотрится конь с лицом b7 хорош компенсация конечно ну и опять же для блица да то есть делаешь как бы ходы вперед атакующие на что-то нападаешь это вполне себе хороший рецепт тут я по черному белыми сложен то есть каждый ход какая-то ответственность черный просто нападают там делать сам активный ход который в голову пришел конь е4 ферзь е7 владею 6 приподнять ладью по 6 да может быть ну да чтобы он совсем боялся 2 0 ходить такая идея ферзь b6 поставил то есть такой ну тоже ферзь при случае по 6 на g6 переходит поле d6 под контролем то есть белые присущи сами хотят где-то и в 5 пойти то есть черный хотят и в 5 пойти я еще подумал что теоретически может где-то 30 до если совсем черные на королевский фланг уйдут поэтому может быть может быть как раз ферзь b6 ферзь c7 ну что отдает отдает обратно свежку на 6 пока нужно забрать на е4 забрать на c2 но это как бы выдыхается тогда все вся атака черная что f5 я думаю что f5 и просто позиционная компенсация в 5 случае конь c3 b4 то есть дальше продолжать до продолжать на помощь на активном что концы там даже а6 пойти и потом просто спросить а какие следующие ходы у белых а своих там подвести как-то ладь до 8 конь f6 можно может даже можно так да ну вот f5 сыграно чтобы 4 конь p5 ферзь c6 она так круто смотреть надо бы 4 конь в 5 ферзь c6 дальше не вижу он пошел до а4 а6 может еще там ловится он да не проблема что сейчас и куда прыгать к нему-то на c2 взять по сути обязан идти на b5 чтобы оправдать потерю пешки c2 ну то есть все остальное такая моральная капитуляция то есть ты признаешь что ты уже ну да если ты сыграл конь е2 ферзь c2 ну то есть белый простоят хуже непонятно еще можно и в четыре снова 4 где ланжи и получить да да то есть пошел на 4 на взятие видимо будет в 33 да ну тоже такой такой не сахар f4 есть вот ну это в стиле в стиле андрея просто ничего считать у тебя плохая позиция ты думай делай следующий ход да я пытался просто понять почему именно опять может быть где-то вот это как раз так на всякий случай да ладья на и 8 и так неплохо стоит а может быть вторую еще подведем да кстати вариант ладья шайде ладья шире 6 супер да пошел этот ход кроме бортика никто не сделает ну тут просто знаешь ли вопрос вопрос вот теперь в моменте до в моменте висит ладья на и 8 может быть действительно d4 как но все равно ладья g6 и конь h4 нашу единственная надежда в моем представлении да но что мы еще надеемся начинается в 4 и в 4 4 е 4 с уже похоже да какой-то вы нас вперед ногами намечается тут месть месть пришла немедленно кунь g5 на ладья g6 видимо какие-то это уже по и он бьет h7 можно теоретически взяли раздаешься после f3 дали послали ладья 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 ну тут уже дело вкуса совсем все плохо белых никаких шансов у них нет опрос спокойно конев 8 да и на коне h3 а мы еще в игре мы еще в игре f3 g3 ладья жиданья же 4 единственный но не вполне удовлетворительный до же 5 уже отдаем на огонь и ума h3 тут уже кстати я думаю что вот самое практичное сразу сдаваться чтобы не умножать эти страдания ты видишь что все плохо наверно надо сдаваться в этих матч идти дальше и так 1111 посмотрим сейчас началась уже третья партия продолжается тематическая дискуссия защита алёхина до c6 и по-прежнему h3 так так погоди давай просто полным повторить не попробуем понять да пока не будет играть одно и то же все повторяется конь d2 слон и в 5 прошлой партии мы видели может быть андрей какой-то попробует предпринять какое-то усиление не видно особо где там усиливать с другой стороны кашу доволен той позиции которым прошлый раз получил и будет пытаться доказать что это случайно но александр такой очень принципиальный да то есть если пошла какая-то позиция в близ матча он ее будет играть до посинения там неважно на проигранное непроигранное там лучше хуже все все не имеет значения просто вот мы с тобой играем именно эту позицию да 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 ну слушай ну пока он действительно тематические матчи до 15-го хода дошли до ударили ну да ладей 6 не дойдут я думаю нам белый усилят игру подозревать что до всего остального дойдут c3 так и было да да я думаю дц слон g5 тоже все последует нас как скорее всего просто он тоже последует дали и по опыту той партии мы видимо можем сделать вывод что ход слон g5 просто потянуть h6 и потом белые планируют на d2 отойти такая какая-то очень но не самая агрессивная траток позиции да так все это мы уже видели в первой да и водятся в серзи фадин важных важное усиление не поставляется по солнце ты я говорю помню что там были какие-то были мульки да пусть их в этот раз не будет и и на всякий случай что плани и 6 нигде не побить то есть так а помнишь мы за вы говорили защитился еще и от своих плохих ходов до защитился от своего собственного плана коварного да да что-то я говорит плохой план провел надо от него защититься чтобы соблазна не было снова его провести вполне себе практично ну тем не менее у черных действительно нет плохих фигур все как-то прыгает бегает да главное бортник вообще не потратил времени то есть бортника три минуты он просто сидит не понимает что что ты хочешь и и считать что него замечательно потому что просто партию выиграл я подозреваю подскажите спрашивать чат в чем в чем смысл матча ну смысл посмотреть в деле так сказать двух выдающихся блицоров это традиционный матч левитов чес организованный до каждую по сути каждую среду у нас выбранные так сказать выбранные два игрока играют матч между собой в одном и том же формате как про немножко в разных на самом деле потому что если длиннее контроль то партии меньше да если контроль короче нас бы игрались и 10 из 10 партий матча до черных дают конь е6 во всех редакций в данный момент то есть доски супер критическая позиция думаю что вот партия прямо сейчас решится есть варианты убрать все на c4 конь е6 это одна опция белых да там в концовке мы бьем до 8 он играет шум типа ладья е7 мы ходим ладья д1 ладья д7 мы можем отступить слоном условно на c1 ладья д8 забрал моя d8 c4 ладей едва и пешку выигрываю я засчитал то есть это бежать ладья д1 ладья да ладья д7 он ловит коня а мы ладья д1 ладья д7 слон c1 да у меня вопрос такой более примитивный до сражая с ними он d2 конь c5 ладья c5 что ли в нет конь f1 конечно конь f1 конь f7 конь d2 что это какой-то 8 считал б3 пересчитали черными карты и 8 черные на младе е8 тоже ушла с до 1 ну как-то убил их за сейчас еще грань и 400 он до 5 кони в шестом на всем королев 8 а я забрал все-таки на b3 мали до 1 король е7 еще был такой но это видимо плохо потому что там влад меняется ага погоди-ка никак не годилась ладья е8 шах ушел ну так теперь белым нужен какой-то сильный водит такая зачем владе дать им них просто лучшую никунику не в 6 но просто он там на защите ли канала дей 7 и даже у нас материала больше надо а вот так слоны в 8 саша играет интересно ну хорошо белый по прежде там не не висит это гениально абсолютно ташка не в 6 и он и он всем вернулся точно сейчас успевать конь c5 еще вопросы к ню до 8 да это кит это очень важно хоть он и 8 мощный да то это очень круто вот опять в андреев вызвал форсированную игру и это оказалось не слишком для него благоприятна bcb конь d7 abcb конь d7 можно фигуры забрать да причем у белых как-то совсем главное не сразу конь d7 касался конь d7 ладья опять это хорошо для белых я думаю вот так вот конь d7 забрал да что белых хода нет действительно и опять андрей остался с 30 секундами но есть ход конь d7 видимо практически лучший шанс конь d7 надо бить у не всем нужно бить короля всем ладья бы 5 но это это неправда оно может быть вот так пытаться сделать ничью но дело в том что я в том что черные даже уйти могут абсолютно здесь то я думал на ладья бы 7 и все равно черные уходили но они наверно сильно не двигаются можете что-то не тоже такое ощущение с тремя конечно две фигуры в их против ладьи успешно борется да ну а три так тем более конь b8 платя b7 b5 не очевидный ход но тяжело на самом деле здесь я бы 7 здесь я даже 6 кого тихо не буду очень легко ошибиться до совместного код 6 а 6 слова 4 6 на конец 6 ладья b6 даже сразу не так приятно потому что молодец его 8 ходить да там b5 это же двойная связка да получается кстати а что белый перехват пошел давать я больше не пошел один так тоже стать неплохо сомба 4 ладья b6 есть какой бы 4 7 конца 6 ладья 6 ну ну так по крайней мере не ничью черные имеют просто взять им на а7 да но почему ничего это не еще играют 150 лет на победу мне кажется нет но играют но я имею ввиду что черные то там не казалось послать я бы 6 черные при случае рисковали проиграть проиграть конечно да а там конь b4 ладьевший слон же 7 вот что мы не я я я я какие же какие кого хитрый бог мог видеть легко легко мог видеть до такого рода позиции мне кажется в классику фактически не выигрываются да потому что ладья ну постоянно как-то цепляется нападает на эти фигуры но нам яркий какой-то пример был подобная позиция дальше с двумя слонами карякин карсон тайбрейк да 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 точно карсон в конце конца все равно не выиграл добился полу выигранной позиции где-то что там мы все так сложно дан вот задача черных понятно да как пир первоочередно это напасть на пешку f2 дважды дважды с угрозой и и побить даже если она защищена перейти в пешеные шпиль но белые постоянно цепляются к одной из легких антрея делает вид что все абсолютно под контролем судя по лицу абсолютно спокойно 18 секундах до что ты здесь хоть хочешь давай уже остановим это все мероприятие но это надо сказать будет такое волшебное спасение да это хорошее спасение но все-таки осталось трюков у белых то то есть когда даже они зевнули конь d7 у них еще достаточно достаточно осталось трюков пойти а вот после кони всем король и всем ладя b5 вместо места лагерами от сразу да то может там даже больше там все те же самые идут ладя b7 есть при случае эти три на дверь при слоне это вообще не чадос раздача ну там вроде бы выигран ну там хитро да там есть какие-то эти самые на оба вау а вот и зевнул да а вот и зевнула и но ничего себе бортник и теперь да это по-прежнему проигранный пешечный скорее всего да на ладья 6 даже не король бы 7 а слом бы 6 именно не отдавай пешку и все ну только бортник может такое навесить так что знаете что происходит или 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 я тут переоценил пешение конец конечно конец да просто король подходит как мы даже если белый пройдут же 4 мы всегда можем сыграть просто мне кажется же как ну да за что тут волноваться так а тут за то что мы f6 сыграю нет что как выигрывать зачем мы f6 сыграли же 5 вопросительный знак же 5 король f3 король d4 я не вот не могу понять а король в 3 же 4 естественно же 5 он должен быть же 5 белый должны бить бить до король или тогда король d4 мы обходим спокойно да ну может стать просто вот как он действует короля на d3 сначала и потом же короля на d3 сначала потом же 5 упал что это что-то в стиле алирезы пошла игра да тот самый знаменитый рейншкель с карлсоном да я не знаю что такое пешечный уберите этот меня так какие-то тяжело глубины там поля соответствия и так далее дальняя позиция вместо ближней что происходит присуждаем еще король едва за 3 берем роль сути и присуждаем ничью да ну кстати вот при короле белых на 4 так они прошли черные там же 5 сейчас кого до 6 так что это побил побил вышел исходит техника по трюкач да можно выиграть поиск как угодно ну вот мы выигрываем максимально неприятно для себя чтобы ты себя чувствовал да 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 гениально то просто гениально это 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 конечно бортник ну что и дали расчете выигрывает еще одну черными пока черные имеют сто процентов очков в этом именно то именно черные так смотрим дальше что сменил сменил пластинку d4 на первом году да теперь значит е4 слон с учреждений получилось теперь мы играем d4 слона в 4 но у нас есть определенная программа она не меняется до вывести слона сыграть d3 да то есть чтобы не было плохих фигур кстати вот для блица это шикарный дебют и 1 и 2 то есть это именно такой репертуар по лицу мы мы видим хотя есть впечатление что это славянская защита в чистом виде с переменной цвета я не понимаю из лишнего темпа похоже да возможно что без лишнего темпа даже да но актив быть и темп то сможет она вообще один в один получилось не менее темп на лишний темп есть да ну неважно не не выглядит что у черных хоть хоть тень проблем такое ощущение да нет я просто думаю черные уже лучше стоят и да еще все-таки белый держит равенство в данный момент слон е2 да тут как они там играют как-то это 8 но если вот по канонам это славянской защиты до конферс бурнут размену если тоже воздействие до слона 6 есть какая-то кстати хорошая да мысль потому что cdcd не очень хочется при коне на d2 да конь не там стоит для всех тех разменных позиций если еды то ослаблять с поле f4 действительно можно слон а6 где-то пытаться коня именно на f4 поставить cdcd не не очень хочется но надо так решил да нет он сразу не не гепарит совершенно держит позицию попроще там в после еды там еще за 5 надо е4 следить а тут тут игра абсолютно простая сможет убило хуже но зато просто просто действовать ферзь c2 так на всякий случай намекаю на какие-то молодежь слон d3 слон d3 слон g6 да но я так понимаю черные тут f5 пойдут собственно без без особых проблем не уверен что они будут это делать я думаю что он как раз постарается избежать король же 7 ну вот в ответ на слон d3 я имею ввиду может слон и 8 всем d7 делать на и 8 на них уже стоит есть еще какая-то владец 8 а дополнить то есть чтобы сохранить гибкость пешеной структуры до чтобы рано или поздно попытаться все-таки сделай как-то совсем в отрыве от реальности действует моем понимании такой перевод коня на цветы удивительно что он хочет не понял ты скажешь коня до 2 стрел не очень удачно ножка нем на c3 ну что что реально изменилось позицию b5 b4 точно повестке коймаш на c4 пути то есть не получилось что-то александра здесь на этом отрезке ну пошли д3 сон д3 слон и 8 следующий ходы не понимаю белых черные готовятся и 5 наверное до 500 ходу сделать там сон и всем какой же 7 коня могут на c4 повести могут попробовать и 5 на белый как у по вот так даже в и 4 цель приходила серьезный подход к делу до целом наверное не так не так глупо да то есть мы проводим и 4 у черных все еще словно до 7 до что вот допустим при переходе к изолированной пешки да будет неудачно совсем словно до 7 стоя пожалуй пожалуй про оба и по центру и 45 давай разбираться кто-то на был интересный ход ферзь б3 ферзь d2 на h6 тоже недвусмысленно да то есть это же мы не пешку d защитили это мы на 6 солнце 4 конь d5 там и все офис ферзь б3 вообще код не вижу там просто материал терялся король же 7 видимо как ходить ферзь б3 да судя по всему достойного ответа не было учет но правда здесь у черных непонятно тут большой вопрос как как ты да куда куда ты деваешься то есть если конь белых станет на 5 у них потом будет лицо в ферзь а6 то это конечно по этой мечты ну да условно и вот и еды 4 до конь бьет d5 ну или конь d4 сейчас или даже конь d4 там конь d4 конь 4 разменялись белый бьют на d5 ферзь а6 такой достаточно бестолковый оказывается слон на d6 ну да не ну правда может быть опасность преувеличена как конь d4 конь d4 е.д. конь d5 там слон е.д. 7 е. 6 чёрт на мир за 6 логеев 7 да сейчас посмотрим без дяди то есть но белых реально атакуют вот две фигуры белые немножко пока да не сгруппированы остальные в игру не подойдут так то есть хорошо ну циничный подход ферзь d4 пешка лишних да пора переключиться согласен может подумать да может не не такая там не такая жирная эта пешка до черного он и 5 попытаться мотор за слон е.д. 5 и если е.д. там ферзь b6 на b2 напал она 2 0 еще на g3 подвисает любопытно многозадачная ты знаешь вот я понял что белым немножко они не успевают сгруппироваться потому что ну делать короткую рокировку не хочется при открытой линии аж да у тебя вроде как ладья в игре а без короткой рокировки непонятно куда девать этого короля и так далее вариантов нет да то есть у белых немного игра их в тупик заходит то есть вот дайте как момент для динамики пару ходов сгруппироваться там король f1 ладья d1 да и вдруг белые ну опять же могут может быть даже на атаку играть так вот где c2 тут начинается конкретика очень жесткий ход конь е3 вопрос у меня чтобы е3 хороший вопрос на конь е3 пока не вижу никаких вскрытых нападений то есть потенциально есть это вот идея до отскочить слоном с шахом и выиграть ферзя ну некуда к сожалению на сломбы 4 естественно фердбе дочина еще солнце 4 появилась нет не появилась да вот как раз солнце 4 до черные возьмем раз сон b4 и возьмут возьмут да они не медленно за 4 до выясняется ну тут что подожди тут у белых лишние пешка и может быть можно рокировать правда пустос рамки 5 не равная близится от никаких проблем пора соглашаться размер надо 8 владица 1 до какой соглашаться блиц никто не соглашается ничего по 20 секунд осталось что ферс а4 вот вот это вот ход ну да я жаха настоящего киберспортсмена настоящих без сомнения так ну что здесь меняемся меняться приходим меняемся ладья до 1 надеемся на кунды 5 ну все нет то видимо пошло какой-то тех начался хуже хуже до 100 и может верить совсем плохо да внутри ладья b1 вот так меняем пытаемся разменять по крайней мере активы гадил по 5 не меняется ладима 2 конца 7 пока за раз увидел кольцем словах 2 был ход они не было не было солнце 4 можно было до слон c4 сначала 4 bc и коня 6 нет и заслана 2 ладья бы 2 сломба 2 там пешка c слишком тут теперь слун на d7 идет и белый пытается активизироваться нет нет я переоценил позицию чем нормально еще живем конь b6 это прыг так только бортник нет c6 так вьет с этим конем слышать белых лучше все выиграл партию выиграл партию 6 конь g4 да побеждают вот 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 и вам напряжение обманул на пятачке да вот вот как вроде ничего не происходит а бац ты вот ему на ровном месте иногда так проигрывать концентрация проседает очень сильно против такой игры потому что мне кажется игру бортника не угадывают подавляющее большинство шахматистов и когда ты но систематически не угадывать что же происходит поседает концентрация легко земной туда и потом еще кого-то создается ощущение что ну нет яд хоть не видел наверное чушь какая-то да а там в каждом ходе заложено пусть небольшая ну как тактическая но по совсем другие шахматы играет то есть вот мы с тобой по моему до матча обсуждали что андрей будет ну не так просто адаптироваться к игре александра и и вот он мне кажется недооценивают пока это проворность бортника его способность вообще держать напряжение создавать идеи там тактического свойства и так 3 1 в пользу александра бортника и дрогнул андрей испенко не пошел е4 не будет больше защитой никакого видимо здесь черный не знаешь что делать так d6 это что d6 и 5 наверно да или нет а просто просто староиндийская самый похож на них нет это для джабава раппорта никакой староиндийской если я не ошибаюсь да ну то есть это дораза раппорта играли там контрма нишин играл и так далее да то есть это не то чтобы раппорт придумал этот вариант словно из 5 ходили конечно но они мне кажется как раз показали что это имеет какой-то смысл пола и раппорт и льжабава сниги 6 из 5 переход в какой-то голландской ленинградский вариант голландской защиты в котором белые зачем-то поставили коня сейчас король аж 808 тип типовой план будем проводить даже ну что надо пытаться наверное как-то выкуривать этого коня с е4 е4 е2 д5 попытаться провести либо коня е4 е3 оправдать до 5 кстати до 6 до 5 интересное решение на каждому могу смог бы так сказать не только магнус как выясняется до бортник тоже может кто-то знает до 5 то есть переход к построениям каким-то гибридной е3 непонятен гибридный может слон h1 а вот без этих самых без предрассудков конь d1 но тут тут черных есть время да по сравнению с теми позициями которые возникают обычно у черных время то есть слоны в 5 сейчас может до основных а погоди на слоны в 5 может быть же 4 можно пойти вот так попытаться как-то подкрутить да это может быть больно для черта как-то так может быть очень больно там на конь бьет c3 мы бьем на f5 да а я там словно же 4 конь е4 разменяли слуга и так обойна зина да и все все в 4 и не нет никакого ухода не не увидел я внизу может быть не проходила может не увидел в общем сыграл ферз дать а может уже просто ну как-то немного мне кажется переживают но по ощущению по картинке есть еще переживать поэтому уже более эмоциональная игра началась но за этому блицелюбим здесь вообще очень зависит от от эмоций ну согласись вот особенно матче как раз потому что да ты играешь пить его домой того же соперника вот эта динамика что там проиграл одну проиграл две подряд это зачастую психологическое давление но вот вот такой такие вещи как и сейчас у нас 6 иногда просто может деморализовать сейчас как раз очень важный отрезок для англии сгруппироваться да надо надо как-то вернуться в работоспособное состояние конь е4 да и слон c3 мне не нравится это это уже жертва качества роста вот тогда 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 фж аж слон c1 ферзь 1 просто отдали ладью за слона да и утверждаем что открытых линий у вас немного никто никогда не врывается в целом слон так а что просто не намного хуже вообще лучше cd кунь f5 так тоже можно но ладью f5 слон нашли мне не кажется это достижение для белых это скорее да может быть начать знать стоило именно c4 бьет d5 да ну а оставить слона может там е4 он поймает за это темпу пойдет ферже 5 прыжки вопрос как cd cd слишком позиционно ферзь е3 можешь как попробовать использовать изоляцию конечно черного ферзя ну это боюсь что тут черный сгруппируется может быть даже ходом ферзь бьет ферзь бьет е2 правда там размином 5 лагеря е1 да ферзь е5 шаг сначала потом он все-таки серьезные вещи видит а на е6 сейчас он может пока начать ферзь е3 и действительно все используется то есть не можешь хорошо сыграл кунь f5 да так хорошо сыграл сейчас посмотрим неплохо сыграл ну то есть ресурса не видно как черным вернуть ферзя именно на королевский фланг то есть придется видимо там не сможет если ты надо ферзь е2 как как-то искал словно 5g ffg5 она очень понятная ладья е1 ладья е7 добавлялась вот он решил через кони в 6 это делать по крайней мере позволяет короля поставить на вас мы увидели эмоции александра причем серьезные а это может заменить ход матч на самом деле вот тоже вот эмоции будут иметь огромное значение потому что мне кажется бортник бортник не железный то есть тоже подвержен каким-то да перепадам настроения и зависимость у него есть вот это так ну давай попытаемся таки как у всех пиц но так посмотрим в какой степени cd 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 нужно бить а cd cd может быть значит лон бочери попытаться пристать ки-7 и ферзь c7 тогда на взятие конем на d5 сейчас конечно же ферзь g5 шаг неприятно да вот слугу и 4 то есть такие белые именно наращивают темп чтобы не допустить не не отдавать время чтоб ферзь не вернулся в игру ладьи и 8 правда да как-то группируемся тоже но тоже есть а вот тут чем добавить не очень понятно сейчас я все два мог но он почему-то не сыграл ферзь е2 вместо короля может обладать не один я не нравится ладьи один хочет давать серьезный контур игры но вот правда все равно пойдет и сбьет бассейн без ба-3 ферзь b3 мы попадаем под крайне неприятную связку а 7а5 грозит ладья а1 ладья а1 да ну вот теперь я могу f4 хорошо но может было и а5 тоже опять ладья а5 ферзь d1 забрать на е2 просто лишняя пешка на одном фланге талиска это шикарно придумано совершенно просто замечательно да опять ладья а5 ферзь д1 мне нравится f4 мне нравится меньше потому что сейчас вроде вроде можно воде а7 это тоже в ахуне из короче 2 то легче сдаться чем так погоди она d5 на защищено теперь то есть на взятие если белые бьют то еще кунь d4 можно можно ферзь е3 пойти сначала а потом взять взять ферзь е3 да и теперь украчивать и просто все да там все угодит можно платья а3 в промежутке кстати вот на взятие может быть ладья а3 над настолько коряво что ощущение что где-то порвется вот эта вся конструкция и в же ладья а3 о да да и в же ладья а3 но там может быть через по 2 ладья же 3а5 ферзь b2 удержал удар и потом все угрозы есть борщик уходит на серию это напоминает аренки то есть в том плане что выход на серию очень важен бортник же выиграл три арена на ли чес мощно по три минуты то есть даже не в пулю он не тренирует три арена по 3 ферзь b1 забрал забрал на 7 и что здесь у по королев 5 просто проходит ничем вас мяч и вот это номер забрали а там владеешь и 5 было слон d2 ферзь b1 и ну ладно это же уехал владе же 5 слон d2 ферзь б1 ферзь ферзь стоит же тут и белый ферзь связаны это тоже стоит под подай манда роде 4 пошел но это было поинтересно увидеть ладья городе 4 король в 2 там и какой-нибудь а тут похоже да тут похоже белые просто сейчас получат матка руля три флаг еще флаг упал зайдем я бы что мат после какой-нибудь ферзь c1 пока прошло пять партий так нужно как-то андрею собраться сейчас чтобы до перерыва хотя бы ну да откритаться до перерыва уже не получится две парады сибалехина правильно ничего себе так белыми бар теперь белыми брелый бортинг мы повторяем еще раз этот самый дебют слона куни в 3 может быть может быть со второй попытки мы сыграем тот же самый вариант даст на дружба размен размен короткой вот кубит и 5 очень интересный вариант ну да не дают мне показать может быть я в перерыве успею показать кончиком надее 8 на штрик он бы до 7 вот такая была да потому что после того как поставили коня на f3 слон g4 но в некотором смысле угроза да не нужно неудобно поэтому белый кросс тратит темп на h3 и та же идея поставить конец 5 разменяться на b3 но только без жертвы пешки усилил игру не стал не стал подставлять пешку или или это хуже чем конь бдс и не знаю тогда у него кстати хорошо получилось да тогда напоминаем до 41 у нас пользу 41 пользу александр бортника не очень ясно в чем идея белых даст уже расставился все вроде бы ничего погоди ка они нападают ли они на и 5 здесь вот условно говоря и dcd ладея один и пытается что-то там может али вот так взять и номер три области ремонии 4 конь и 5 и пытается сказать что вот прикрытием этого коня и 5 может удастся подорвать центр хорошего кони 4 жесткий меня так когда-то на нечто подобное там в совершенно другой позиции поймал саша морозевич вода взятие на е4 да ей выясняется что провисает ферзь надо 2 ты не можешь забрать на и 5 да да это это очень очень неожиданный удар и белый явно это не видели на самом деле ход конечно конь и 4 никакой не удар версии 3 конца и bc вполне можно играть но после 4 4 5 появляется и в 6 да 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 важный нюанс мысль то есть ты как бы снял вот этих коней в 6 коня и в 6 конец 3 с доски и теперь конь на и 5 плохо стоит белый просто попадает под и в 6 не вообще интересно да что конь на в 6 он всегда вот вас основная его функция защищает пешку d5 а конца 3 атакует то есть мы по идее поменяли коня который у нас защищал пешку d5 на коня который атаковал тоже смотрится хорошо посмотрим как дальше будет это все развиваться c4 видимо проведет допускать d2 ну c4 в 3 тут туда такой момент вот мы восторгались восторгались идти игрой черных на самом деле белок все-таки есть некий здоровый очень простой сочетается дари и c4 d5 да вот поэтому b5 но это не смотрится а тем не менее все равно c4 и теперь если полный размен то мы остаемся с этой крайней пешкой а вот такой ху вау но это революционно слишком как тут любопытно все понеслось мне классно сыграл на самом деле c4 b4 bc ферст и слон 6 очень нравится ну то есть конечно он может получить защищенную проходу ходом c5 но у нас тогда идет фланг и центр мы не развалили то есть так у нас бы стояли бы 7 на 7 а так у нас стоит это на d5 вот еще какой-то фирже 5 же есть ход наверно да мы же не не знаю что я хочу я хочу может быть там наш 3 победы что такое ну может это не на не игра на переезд ну может не сразу то есть ученых какие-то идеи есть все-таки c5 и проводить эти пешки там b4 и так далее пока они дойдут может ладья опять как-то все равно приставать пулю d5 наши на f4 у черных окажется там примерно по ходу то есть в 5 в 4 ладья 6 ладья 6 такой-то такой-то вкратчивый такой ход да то есть даже даже не очень понятно пока что что конкретно белые хотят но на всякий случай где-то сдвоится по где-то там двинешь пешку и в слонные 6 будет такой подвешенный вот сейчас например сыграть c5 может быть где-то хотят и просто пытаться поменять ферзей сыграть c5 ну и в целом знаешь как концепция атаку на королевскую я переживу отведу коня на f1 в конце концов да ну а на ферзи он фактически страть но еще ладья на 6 типа никакой атаки не будет она там хочу ладья 6 же хорошо стой да она типа оборонительную функцию выполняет прикольно да хорошо собирано так но вот тут тут тоже важно черными поницу делать маски где-3 где-3 сейчас надо и 3-3 фесла наш 3 а вот так да ну то есть это правило зрительную подкручивать да да нет пора ответить ему той же монетой правда фесла наш ты е4 бред слон е6 еды слон d5 да ну там там закрутится да то есть и 3 он решил забрать саша может быть он разменивать это еще лучше да cbc е3 именно пошел красавица шикарно сыграно пошел а дело в том что вот если если у наш 3 и допустим белые там не попадаются как-то защищают но все равно раздерганный вот этот фланг да мы же вернемся слон c8 у нас может пойти а то есть много вряд афер c3 почему так быстро повел на c4 а другого не было да да и вот мы зависим от этой позиции есть что-то белых будет ли я пешка владейном окончании не выслеживаю размину до владельник с лишней д король станет наш 2 сначала потом черно себя королев 8 или же 6 зависимости от их вкуса то чем-то напоминает последний экземпляр из матча венгров и баден баденом который был статья кляквина там был подобный и белый взяли вот и вот в этой поице прям сделали предлагаю ничью то есть даже не стал пробовать так f3 на f3 как-то совсем мне кажется не туда потому что честно эту ладью будут да там непонятно что делались король е6 король е7 она следует но там как-то можно мне кажется казалось вот если же 4 ты успеваешь по 4 перестроиться там как какую-то все-таки спешкой c это было да я помню что когда-то гельфорд выиграл горщука вот подобное окончание с пешкой близкой к остальной группе на помощь это было с пешкой цель да то что такие три на 2 0 совсем ничья но тоже вот он уже один подобный эксперт выиграл когда было когда были две фигуры он кони в 20 зернул он может быть думать что здесь тоже как-то дай по прежнему он пробует по-прежнему бортик сильнейшая сторона да то есть реально матч пока не меняется так тут правда справедливости ради идеи игры на победу совсем ограничены забрали забрали но тут по крайней мере белый да кстати белый пытается вот что такое надвинуть до 445 там ладьет по силу какие-то потом по прежнему ничья с запасом но все же некий ты хотя бы видимость создаешь ну и главное что это просто неприятно играть до 41 и ты вот снова обороняешься это очень-очень неприятно да ну ход ладья 8 даже толком не создает угрозы ну тут тяжело но все-таки совсем мертвый ничейный f5 король h4 ладья h2 мат и в яншпиле ничейный да можно и приять не ну были же какие-то комичные случаи наверное не так вот совсем не так совсем под бой ну какие-то были примеры когда ладьев один сильно заигравшись на выигрыш ладьев один шанс ловим шанс ну и теперь по ленив на можно так не ну пока мы все 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 в порядке еще сейчас не неаккуратный какой-то а кстати как ходи она ты должен додержать белым белым не усилиться ну там идея в том что должен иметь шах и этот и это до ладьей то есть из ладья куда-то уходят белых 2 угрозы по суставу да вот условно ход ладья а4 был бы ошибкой там когда руляж 5 проиграла белый ну нет ну ладья 7 до проиграли еще это проиграли очень далеко но но зачем-то ухудшили одну ничейную позицию до другой так кто-то там пишет 100 ходов на обязательно на самом деле пока только 60 вообще ребята очень боевым морского дошать на победу да тут ну не на победу ну по крайней мере на над фиксировать ничью вот так бы назвал да не знаю белым могут заверничать сейчас на без диска стоять да 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 так вот может это поворотный момент матча не ну конечно прыгать невозможно ну что нам все-таки согласились нет согласились на ничью это была шестая партия то есть у нас еще одна партия и перерыв до перерыв правда для гроссмейстер перерыв не для нас в перерыве я настаиваю что я обязан показать что это происходит в этом дебюте слона вариант которые я не резать до посмотрим так погоди а что после и 5 у играли же долго были эти дебаты еще в моей там сказать молодость еще думаю я родился до размен ферзь d80 вот сейчас дебата никто не вступал видимо считается что мы черных порядок игра простая учить лень учить лень до энд ферзи меняется так скучно мат не поставишь один раз живем давай так это такая какая-то странная гибридная такая старая индийская до король h1 тоже не задумываясь то что я бы подумал каш над ходом b4 до худа опять черных можно было везде дата а черные видимо выстроит сейчас настоящую строй индийскую то есть слоны 8 же 6 и слон же 7 меня есть подозрение что вот в этой же позиции прислание на же 7 пешки на же 6 есть ход же 4 там читается что что белых очень круто ну как то так ты имеешь виду с запрыгиванием на их 5 коня да но это был такой вариант когда черные ходили книги 5 черные ходили коняш 5 провоцировали его там было же 4 кони в 6 какой-то ход сломала держи один на любой ход кони в 5 все-таки наверное своими собственными руками ходить же 4 немножко может оказаться медленно хотя не не берусь утверждать не знаю ну пока не мере то что проводит андрей тоже абсолютно логичному пас хочет пойти b4 выиграть по пространству да было бы хорошо чтобы он эту партию выиграл потому что тогда он вернется в матч и я думаю что вторая половина будет очень интересный просто сейчас важно именно вот этот сложный отрезок пережить да ну теперь теперь я в него верю потому что он е5 конь е7 и ц5 так ладь д1 чем держим надо 6 ладь е6 видимо д5 никогда не проходит надо сказать да д5 хотя может cd слома b4 d6 cd слома b4 d6 это как-то ферзя д5 ну да пытаться играть в тактику со слоном на c8 там со всеми этими фигурами дома д4 ферже 5 конь е7 какие-то идеи то есть очень много вариантов у белых визуально да ну то есть скажем так в настоящий кавычках стран индийской да бывает что черные ходят слону 8 защищать на д6 но конь cf5 там не нападать вашу черный кстати пешка нажиши да нет тут однозначно белых улучшилась стран диска индийская не очень сама по себе сыграл все-таки d5 потому что что-то делать нужно как в том анекдоте да но в целом в целом позиция отвратительная абсолютно cd cd конь b5 наверное может пытаться все-таки забрать на b4 да так и поступает и ферзя опять судя по всему напасть на c3 теперь действительно слон d4 с намерением сыграть ферзи 5 выглядит весьма неглупо да слон d4 ферзи 5 вот сон за 4 может какой-то конь в 8 почему-то решил решил не чем-то ладья ладья c1 то есть может быть просто выпало знать что может выпало из виду что ферзи 5 нападать на штамп иначе на слон d4 c5 есть да согласен может может быть просто он так бывает так что выпадает траектория да как-то вот черт на играют активно но вроде бы них позиция плохая они будут каждый раз делают вид что они подкручивают что они здесь главные то то есть как под каждым ходом пытается это описать да ну конь g7 хочу по я не знаю ход наверное плохой мужчина бочери броситься да ну вот конь g7 конь b3 конь е8 фигуры не мои я хочу я готов да можем жертвовать согласен абсолютно право комментатора отдали страницей на ушах так роли в 8 тут проблема в том что на самом деле этот связки как ни странно не так просто защищаться башни конь b3 где-то конь а4 лучше любил ферзь b2 теперь получается на взятие на c3 нужно бить ферзем правда я конечно слон а3 какой ход делаем ферзь а2 слон е6 слона 3 ферзя 1 может конь b3 а там конь b3 еще сушит кошмар какой он вообще все в силе оставила для один слон c3 не очень ясно что белые делают что бельгой на е7 стоит а в остальном белые смотри ходят конь d5 ферзей в 6 слона 6 мат вау я вроде не знаю работает не работает буквально за секунд за долю секунду вилл я думаю что конь b5 пойти до вот эта красота да ну красавчик андрей конечно стоять ничего не грозит слон d2 слон d2 еще поборемся так что происходит слон d2 я не пускаю наши это какая-то дисквалификация кто-то должен а поделиться что он проиграл партию слон d2 владе c5 сердце 5 слон d2 ферзь d6 что это такое происходит происходит вообще до слова 6 шашку не в 5 и мат наш 8 гениальный вариант да тут чат влечись и пишет что он гресту стронг фабортник но только счет правда почему-то плюс 3 да 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 немного другой счет ребята проверьте не это супер партия неважно вообще чем это закончится вот-вот за что собственно вроде чего нужно смотреть blitz да даже кстати взять и сердце 3 белыми сохраняют также брали жесткая игра продолжается же погоди ну черные не проиграли даже синич из ферзя берут владея 5 слон е3 ну то есть ну да ну может проиграли ну как бы не сдались да там как она проиграли мне не на этом ходу да если вы как минимум и так далее еды слов по 5 там может выигрывает а может не выигрывает непонятно но я думаю что ферзь c5 очень принципиально слон d2 ферзь d6 слон бьет c5 что за ход слон бьется что он думает фунт и 5 а он просто пошел в эту потому что грозит до 7 до король же 7 и что неужели он думаешь это хорошо то не жертву качества да нет конечно это просто он не выдержал не выдержал напряжение до ощущения да 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 просто тут черные ну скорее всего справлять с пешкой да и просто выигрывают ужас с тем чтобы на d5 с этим можно дальше продолжать комбинировать слон d5 d7 ладья 8 и там шах а кстати а может действительно у него неплохо сейчас в полюже 4 он хочет слон по 5 до 7 по план то очень простой сон до 5 еда его устраивает слон b4 d7 что 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 могут делать черные шах и слона опять он сыграл бортник это his best да и зиму слон d4 похоже все-таки и бортник зевает почему ладья лея ладья 2 слона 6 6 висит когда зевает у него часто срастается что происходит люди запас большой что происходит я забрал теперь все слона оставим на d8 никогда она не проходит конец это конец похоже да да это младен d2 чем очень очень сильно и полтора на пять с половиной это конечно пахнет разгромом то это очень на самом деле так противно и ты понимаешь вот действительно переигрывать ближе туда к секундам независимо от позиции вот вот сила александра бортника именно в похоже вот поддержания напряжения напряжения находить тактические трюки в любой ситуации про супер и до конца сохранять концентрацию концентрация конечно за замечательный ищет ищет ресурсы находит конечно андрей явно в тилте да похоже что на перерыву ходим со счетом плюс 4 в пользу борт ну окей партия продолжается не будем совсем уж списывать все-таки представить что что-то еще произойдет тут она закончилась так погоди ну слон b5 а просто висит на д6 да партия такие действительно закончил до 5 с половиной на полтора в пользу до попахивает разгромом причем сколько там андрея всего полтора очка до последние пять партий закончить четыре с половиной на пол да но на самом деле мне как ключевой момент для андрея в начале матча был когда вот он начал ввязываться вот в эту игру и сам пытаться объяснить что он очень тоже в этом целён и наносить удары и вот каждый раз он их наносит и начинается игра в стиле бортника пасы руками кручу-верчу запутать хочу и и и все и ты смотришь как будто как у тебя деньги забираю да 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 так чат сейчас я пытаюсь вспомнить как тут поворачивается доска чтобы все таки показать это я не оставляю эту идею фикс рассказать про то что я там это не то это защита алёхина вот она пожалуйста дебют слона хотел же все таки рассказать почему я так это уперся в эту идею показать что-то происходило шах слон d2 разменялись разменялись есть очень смешной вариант иначе трокируем и белые забирают на и 5 до в ответ надо и бьют д и теперь на и 4 ты бить не можешь там на и все висит да черный ходит ферзи 7 белый ходит ферзь и в 4 черные недоуменно ходит кони h5 предлагаю белым сдаться белые забирают на и в 7 черные аккуратненько отступают наш 8 и белый делать спокойный ход ферзи 3 вот это вот можно зевнуть ферзи 3 можно зевнуть дальше борьба ладе да потому что ну то есть я покажу для чата даже на взятие белые ставят такой красивый мат ходом аж же ну и там забираю всего лишь нужно да ну и соответственно на самом деле дачу из черные забирают 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 ферзь d6 и какая-то тут несется какая-то игра да там причем любопытно что после слоны в 7 ты можешь забрать сразу ну вот и шпиль вроде как у белых хорошо да и шпиль вроде как убила хорошо с двумя пешками после вот конь h5 ферзи g3 тут забрали что там забрали забрали эта позиция ну по крайней мере в те стародавние времена когда я об этом знал она оценилась какая-то не не ясно как как положено ну может быть она как раз лучше у белого то там если так посмотреть игра у них очень простая в 4 5 идет месяца чем-то напоминает мою партию с кубка мира семнадцатого года знакомых я получил примерно такое же соотношение и и они как-то легко прошли эти две эти пешки да ну и что и давай знаешь что давай все таки попробуем полюбопытствуем посмотрим на эту последнюю партию может быть не сдалась интересно вообще что там вот этот отрезок да с обменом ударами так сейчас я его попытаюсь найти на самом деле конечно было в районе равенства до ферзь b2 это ошибка надо было ферзя 2 значит после ферзь b2 действительно сердце на 3 ферса 2 входить до слон е6 конь cd5 не все-таки интересно что же тут происходило ферзь b6 плюс 02 всего лишь слон d2 равенство да фантастика забрал забрал то есть точнее такие опять они неудачно до нужно он до 2 и он играет ферзи в 2 неожиданно до 2 ферзи в 2 до 4 пока так и белый спокойно h4 и дальше мы не знаем что про нее мы знаем что происходит мы подсматриваем у компа напрашивающийся ход слона штанют начали забрали только теперь мы бьем на едва никак иначе да и ферзь f1 f2 вечно ферзь d4 белые отходят и ферзь как-то f3 так более того там еще забирает только в ответ на d7 ферзь е2 ферзь d1 а и ферзь решал да то важно видимо что поле f3 очень красиво да то есть конечно абсолютно не на всякий случай скажу что естественно это все было ри ровнее по поводу того что насколько это легкие легкие и или ментарная ничья да а вот здесь значит на самом деле слон то есть это король f1 это зевок уже в эншпиле вы поняли и ты знаешь после хода король f2 вот по мнению железяки король f2 чтобы да когда это ладья становилась сзади чтобы был ход король е3 и оценка оценка почему-то все равно небольшая в пользу черных по моему было до после короля в 2 ну ну около равен скажем так так король f1 абсолютно проиграны слон d5 ладья d2 партия закончил так ну что как вы видите уже вернулся саша бортник то есть ждем ждем если пенка но андрей надо действительно сейчас пять минут как-то быстро перезагрузиться и расслабиться да вот появляется как раз появляется андрей поэтому ну что ждем ждем продолжения да я надеюсь что сейчас начнется новый матч оставшихся семь партий на почему хендрис тримит из банки страшно не это у него номер так так ну что началась следующая партия началась следующая партия почему-то я период утратил магическую способность поворачивать доску почему так не знаю простите а вот она повернулся до продолжается баталии на напомню что плюс 4 в пользу александра бортника играть еще семь партий то есть нужно конечно андрею чтобы завязать борьбу выигрывать как лица здесь и сейчас на на самом деле не описать надо уже просто играть свои шахматы на забыть о счете матча это я думаю лучший шанс вернуться в игру дать сопернику самому поиграть ну то есть доиграть этот матч до победы может он не справится вот сейчас например с точки зрения борьбы черный просто мне кажется замечательную позицию получили белкой нации неловкий с ним надо разбираться где-то есть возможность потом слома бы 5 этого разменять слона несчастного на c6 ну да то есть белые во всех этих вариантах пытается играть какой-то карлсбат с переменной цвета да вот структур но тут как совсем неудачно стоят фигуру белка 7 для того чтобы придать этому карлсбатские очертания надо коня еще на f3 как-то перетащить далеко просто досмысленная позида да да ну то есть условно говоря сейчас я ходил конь f3 и 5 я понимал бы что я делаю белыми да если бы коня на этносики 2 на f3 поставить уже все все уже ясно как-то ладей 1 так далее коня же 3 может не так плохо стоит но немножечко это все да не жил запасной дом доктор тоже говорил даже 3 это позор папку то есть ну тут действительно какая функция на h5 пойти разменяться ну то есть да это немножко не не комбинация ласкера тут ты наверно не можешь ходить конь h5 бить на h7 там да хотя бог узнать слышь такого нефиген это через чур до конь h5 конь h5 слон h7 ферд 5 ладей 3 погнал я и погнал пока защиты не погнал она есть до слона f6 король f8 е7 она вот так вот белый трактует то есть пропустил ладью на и 5 теперь вторую но это то что в идеальном раскладе подведем на я не лучшем случае мне кажется мы можем подсобаться g6 и где атака где она как это прекрасно как раз я пробуете атака придется пешку аж вести должен ладья с е5 мы все понимаем что ладья с е5 не уходит в этой партии я надеюсь но вот и особенно сейчас сейчас точно сложи 5 или конь h5 то есть ни в коем случае ни одного хода назад только назад и вот как-то немножко мне кажется неловкости могут возникнуть сейчас если только если только нет 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 они областно сыграла 6 хорошо да да просто классно ну хорошо а слон h4 чего бурт держим связь а так можно держим связку же 5 будем бить то есть я не я не утверждаю что это сильно но это последовательно какой вариант не пришел гол у нас ложечки сон и 5 до еды 4 до 4 до 6 до 5 а вот так и разменяться может быть да как-то вот жестко определить позицию так вы что-то что сейчас белым делать сон их 6 не годится с наш 4 это правильный ход тут чертами сложно то есть салоне 7 назад можно можно задать себе ваш русско задать вопрос что нам грозит грозит конь h5 да то есть по-прежнему использовать эту связку не неожиданно все заехал и 5 пан или пропал выбираю пана как говорил да этот просто бендер хотя он явный поляк так подожди конь h5 тут столько столько конечно идеи это вот в классику бы эту пар хотя возможно в классику просто вы высчитывалась до конца до слон и 5 слон же 5 жила держи 5 король f8 побежит сюда и как-то на может не хватить этого самого чернопольного слона я изначально был скажу волки был очень воодушевлен идеи победила делать да ну да это я попался вон слон и 7 и как-то не находится по не совсем понятно да поэтому побил слоном ну правда здесь если мы создадим угрозу как-то наш 8 там на короле 7 щеку не в 5 будет сбрасывать здесь единственный плюс что это пальца абсолютно в стиле бортника но реально она проиграна в белых да то есть причем наверно ну как можно сложить дизайн ободку не 4 хорошо мне нравится если нет конкретного провяжения как всегда оговорочка такая да ну куда без этого тут точнее 4 дефир же 4 неплохо смотрится конь потом красивейший мод заготовил да 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 красивейший мат молоть заготовил варианте не знаю успеем ли показать да да вот может быть пост трансляции там фирже 5 фирже 5 еда может да но но там как распелы могут продолжать не увидел это портник был бы красиво конь 4 ты и фирже 4 так воде h5 по крайней мере какие-то все равно угрозы какие-то остаются да там тут к сожалению черных на ферзи в 6 у белых есть ход слон е4 потому что иначе мне кажется всем бы черный вот да 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 ферзи в 6 хорош пока да ну просто он е4 что это какой-то безрадостный эншпиль там приходится меняться без двух да эншпиль без двух причем эншпиль без одной я бы наверное даже смирился пошел бы как-то ладья бы 8 изображал бы там игру на фильм фланги так размен слона тут белыми легче стал c4 добавляется идея на 4 добавляется где где-то может быть даже пешка же это медленно но но в целом даже позиционно вот белые мне кажется могут играть эту позицию в долгую пока да 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 она паса она пока не проиграна перестала быть вот настолько темповой то есть какие-то угрозы по-прежнему можем этому королю создавать так или иначе у нас выбор огромный то есть слон е4 дефис f4 один из грантов да вот важно не пойти ладья h7 кун g5 не земнуть что я как это в диалоге с собой собирался сделать танкс не я не вижу никакой тактики но ладей 6 черный быть королем забираю да и король до 6 идут пока спокойно такой вкратчивый ход ферзи е3 то есть видимо где-то опять же намечаю взятие там же 5 доступ до ладья h8 очень четко да то есть пока черные нравится даже здесь c4 вот так подрезаем он до 6 коня сохранить до обязательно до конец или дешевле куневшись даже даже пешку c и потом может быть вернуться до забрать забрали но у их же 55 какие-то дешевые пошли ловушку то есть закрыться это не можно и ну все черные стабилизировались конечно да это уже теперь уже осталось просто не зевнуть вот грубо до дошла победить просто не задержать грубо нет я бы 4 на полно до 4 ну страшно вот опять же согласись вот после вот столько всего зевалу вот такие ход это хочешь как максимально королю прижаться даже как-то хочешь зажать но молодец анри молодец нашел вы 4 так слова 6 это шахст c8 где-то планируется судя по всему да ну что в таких позициях суша ферзем действительно противен шахст c8 король е7 ферзь g5 и там еще на логик борт не хорошо конечно ресурсы а слушай надо бить ладья d4 на слон c8 бить ферзь c8 вот так надо поступить это жестко да ладья d4 он сыграет всем другой там сыграет ферзь е3 наверно по-прежнему тебя что потом будет какие-то ферзь c3 делать вид что висит забрал тут еще все только началось тут особенно на секундах я вообще не знаю кунь c4 так что происходит как и шах сейчас король е7 вот смотрела я d1 ставила точку ну ладно ферзи в шею запутать хочу кунь d6 вот под под та же самая говорите политика как можно как можно кучнее ставить фигуры и на секундах опять же буха может произойти все что угодно хотя позиция черных абсолютно выиграно тут даже до должен андрей спали ничего значит нечего обсуждать да что ж почему этот конь никак не найдет себе стоянку так бывает это это я прекрасно знаю по себе на самом деле вот в интернете то есть у него конечно должно быть быть побольше опыта чем у меня игры внутри кстати вот так а на одном фланге три на три на двери белые начинают какие-то неудобства создавать высота в стиле андрея как ферзи до 4 2 вопросительный знак а конь может идти куда угодно ферзя один еще есть он на всякий слон есть 7 да ну вот бортник продолжает смотри на вьючий что называется ферзи 5 да даже проблема что ты не может быть на сто процентов уверен что после размена ферзей выиграна она то выиграна ну то побегут эти пешки начнутся размены да то есть бы было вот совсем с пока сохранялся ферзевый фланг хоть немножко ну вот в такого рода безнадежных позициях опаснее бортника мне кажется только на комура с бортником очень тяжело все реализовывается даже видно сейчас ну все-таки разменялись да но это тоже здесь еще очень поработать придется до придется поработать в 3 да и вот вроде как по всем позиционным законам ты должен стать пешку на и 5 пешку на f6 но этот при случае ведет к тому что они обе поменяются а вот так короля он хочет на g5 но тогда не просто короля на g5 коня на f4 и потом слона вести на d3 на f1 вот так как-то пытаться конец конец конечно солнце 6 слабы 5 здесь с андрей своей стихии партию заберет однозначно так хорошо а как дальше шаг короля на f4 что ли поставить не ткани оставят на в 4 ну ты конечно не получается конец он это и дело вот мы крутились крутились вернулись королем ножа 3 и начиная сначала что происходит то есть конец 4 королев 20 до словно в один король е4 любопытный ход классно то есть но тут еф и королев 4 до пройти королем на и и бортник решает вот так оставить но это уже наверное неважно тут уже неважно до возвращаемся теперь спокойно должны окончить пешку же 4 коня перевести вообще-то на и 5 полагается в такой позиции за 8 до 7 на и 5 решил сразу забрать да тут уже понятно можем продолжать комментарии кстати прицелился тонна и в 5 бить слон уже на нужной диагональ еще можем при случае увидеть увидеть матование слоном и конем тут сохраняется да кстати будет проверять ну а почему нет да то есть тут перед черными либо сверх задача как-то значит окружить пешку же да то есть оттеснить короля окружить пешку же так шах но вот здесь как-то значит смотри кони в 2 и пройти королем попытаться король g4 да вот это мне нравится в интернете есть видео как владислав ковалев сначала избегает постановки мать-то санна самому к ним потом все равно получает эту позицию и стали в итоге нет нет это это не про не не скоро бы мужи по моему был так ну мы уже получили все что она с ними это что нас требует чемпионат этого да тут все уже коробочка да ну все прошли король е3 а дальше автоматом кони в 2 это вроде же нет обгоника я не знаю вот сейчас я тоже это рассказываю коня на едва на и поставить ну так что перейти к вот этой советской книжному книжному матоватик внешний конь е2 слон е6 прием я был да ну то есть он справился на самом деле потому что король уже за кстати очень технично ему повезло что король в нужном углу ну что браво 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 два с половиной на пять с половиной очень поконимся что эта партия белыми будет также выиграна на качелях на качелях партия но тем не менее очень важно для терпел дотерпел андрея победы молодец да саша конечно уже алёхин пробивать саша в очередной раз просто могу высказать ну восторг настолько вот сопротивление да уже казалось бы мы уже сколько раз сдавайся сдавайся ну фантастика невероятно вот поэтому сниму тяжело плит условно f1 ушел глупо потому что теперь на а4 на опять это не должен реагировать там опять же 4 просто даже ну да и теперь он хочет конь c3 слона на f4 и спросить вообще что за набор фигур у черных стоит на доске да в том-то и дело черный как немножко остаются без 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 привычной вот контр игры да то есть как бы c5 ты всегда d5 получишь да там а вот этим может посмотрел между то 4 как-то мне кажется что это не совсем то так амбициозно хочется опять b4 вообще все падает я понимаю ну а вот все таки если черные играют опять до социально b3 поставить понимаю что он форту пока далеко фигуры потому что они навсегда далеко от поля b4 да но он думать навсегда конечно что я так говоря я сам поигрывал алёхин и в целом не буду включение опять а4 всегда нравилось даже при пешке на c2 потому что держишь коня на d5 если c4 всегда прыгаешь на b4 не но это какой-то конкретная идея да конкретная идея что будет сейчас начнет подвисать конь на b6 все время дп я сейчас на кубе 6d7 g4 будет только отбила или как можно 4 просто выиграл h5 ну то есть судя по всему да так а тут что d5 коня куда-нибудь опрос коня куда-нибудь завертится а там разберемся да ну то есть вот такая то что я думаю то что огромный перевес d5 скажем конь если этого не длина пушку не в 6 до 7 6 это конь d7 наверно конь d4 можно в бразни нападать и там на конец 5 ферзя 3 находится в глазах разбегаются белых но опять же бортник не не парится абсолютно когда у него плохо и очень хорошо борется поэтому тут конечно выигрывать и выигрывать еще андрею он молодец что вообще получил такую позицию то есть видно что серьезно подошел к жену тоже кстати весьма неглупое решение ладиация один ход без сомнения полезные да то есть где-то там этот сыграет это рентген этот и предоставляешь собственно проблемы у противника вот пусть их и решает почему я должен ему считать вариант да логично но опять же прошлым ходом h5 бортник показал что он видит там какие-то опасные идеи но реально он не показал что он будет делать потом ну да пусть лишь к зрения сать конструктивного плана черных конь идет на c8 на d6 и вот сложный отрезок и для александра наступил d5 сейчас конечно очень смотрится ну и конь е5 смотрится дело в том что до смотрится абсолютно все тут ферзями бы я не менялся на 2 пал бы на а2 да то есть я сохраняю прицел на c5 висит конь е7 да тут слон е6 это d5 а может быть просто партия не хочу в очередной раз гладить сглазить что закончилась но но очень тяжело до сборку там началась началась там даже если он сыграет сейчас кольде 6 c5-7 cd будет еще 50 ходов по перед 8 тут знаешь какой ход кстати я бы может быть раз мне но это все-таки перебор то есть вот такой бывает такой что антипозиционный сдаешь поле на 5 работает но из-за того что конь на c8 застревает d5 комбит d5 а на слоне 6 тебя есть слон c4 да может и работает на самом деле но тоже не обязательно уж не ответственный ход и конечно да хотелось бы и так могут кого угодно поделать бы да и так и так но тут нужно тоже следить за действием черных уже черный успевает конь d6 слон е6 пристать сюда и коня по на f5 пробросить друг неожиданно какая-то гармония нах да не но опять же бортник сыграл просто тонны этих алёхинов поэтому он не сильно переживает да да то есть тут вот это чувство такое животное чувство куда идут фигуры на то есть из плохой позиции поможет вдруг случайно получится хорошие через да ну просто игра резок ты именно играешь шахматы и и тебе не так важно там какая оценка так хорошо ход я ладятся один хвалил но теперь мы смели смена дислокации воде идет на 2 1 что очень сад солидно ты трактует то может чуть передерживаться вот за 5 с 1 и на бассейн потерялась такой подход d5 есть такой конечно попытаться нет и я чуточку сбренье на на е5 висит да мне казалось мы где-то на же 6 пробьем у него не но вот это вот это просто на самом-то деле замотать как выигранная роскошная позиция потому что она то было бы наверно все равно не ясно и стой пешка bc на b2 там где-то да так а то что пешка стоит над стрета и ход c4 это не висит и еще дополнительно висит на бассейн белых стратегически абсолютно выигран можно ладью на b2 перелести ферзь c8 а это два ладья б2 авто просто поставить вынудить ладью на 7 сонда ты тоже находит слонда 3 тоже как бы критиковать как не повернется да абсолютно но главное андрей четко понимать что он делает и и это хорошо как раз в таких ситуациях он сильно поняв 4 солнышки главное не пропустить я фирс c2 как-то немножко папа конь g7 перегруппировка ислана и в 5 поменять то что не сильно давайте нужно уже какие-то конкретики дышать легче не станет коль пойдет на c4 перейдет на b6 и это да ну вот ты знаешь кстати с точки зрения на отбой может быть у черных было позиционно как это угроза взять уже на и 5 и слон и в 5 то есть хотя бы этого коня против слава получить но все равно хуже потому что там висит на бассейн до позиционную курс далеко же была идея как получить позицию не чуть не менее худшую чем то что все равно эти плохую так то есть чат что вы увлеклись обсуждением кто читер кто не интернет только потому что говорила все таки тут честно скажу что он по моему разумению может в какие-то там прокрались читеры в какие-то вот эти турниры новогодние левитов час еще что ну на матчах гарантии так сказать что да да мне что все таки левитов час приглашают людей которые по которые знают что но это действительно белковые шахматисты и никогда за ними ничего такого не совет не замечено поэтому поэтому я думаю что можно доверять абсолютно канал об этом вопросе так смотри ну вот на секундах бортник понятно что уже объективная оценка этих ходу эту партию эту партию спинка за возьмет андрей конечно да и в следующий вот вообще матч решится потому что я думаю что если он заберет еще есть и черного он все-таки дисциплина у него достаточно неплохая то есть останется ты имеешь ввиду плюс один да и как-то это будет так погоди тут да и со следующего заберет вообще будет плюс один слон умные там уже он проявит дисциплину все будет супер тут вот важный момент ну интересно что пошел ферзь d6 да потому что ну я подозреваю ее и сигнал на b1 ладью что же происходит на 45 секундах вот тебе эти вот это не интелд это просто вот непривычка к стилю игры бортника абсолютно человек может напасть на на фигуру в один ход но что вот нигде нельзя расслабиться что нигде тебе не сдадутся ни в одной позиции да то есть это же это это тоже надо роста фон настроиться на это все очень это непросто работа ферзь d2 решил играть при ферзях непонятно правильное решение может быть можно было пытаться там как разменять сыграть слон тяжело комментировать да да конечно лучше посмотрим как это все закончится может сейчас с шестом потом где владелец шестом побьет и вернет долг то есть все теперь сейчас видимо обязана ну черное но и практичное решение просто в вечный шаг объявить на самом-то деле при такой до сих пор таком раскладе в матче вау d5 а вот вот это может я не сможет еще выиграть эту пар я вот не уверен в таком решении но правда у него есть вечный шаг по прежнему ты понимаешь но у него ничего лучше нет он может очень расстроиться сейчас то нет просто объявил ну что спокойно объявил лишь 2 но это ох и махнул рукой ох и поеда шикарно да это конечно понимание двух матчевой ситуации ну ничего андрей молодец и просто ну поцел ладью и все равно ничья это замечательно да но заметь что остается пять партий и вы стоим минус три ну но это в принципе еще в игре то есть все очень быстро может измениться просто мы только что упустили мертвый шанс то есть сейчас мы просто стоять должны были минус 2 играть следующую вот эту партию там при другом счете но но и так нормально явно лучше чем до перерыва так скажем да чтобы выиграть у бортника нужно говорить их получить с ним проиграны вот такой такой совет из чата опять погоди это что-то начинает напоминать гельфанда ли как-то знаменитый гельфанд корякин гельфанд была партия мы опять а4 ну ладно не то я к сожалению не помню как там у них получил тоже за структура да это было как раз дебюте слова ну а3 теперь можно наверно да просто он е6 играет тут судя по всему это стандартная мулька из испанской партии да на конь е5 d4 там провисает или конь или или конь или конь или на c3 или на е5 ложка уже 5 конь же 5 наверно кстати да хорошие вопросы что мы делаем d4 слон е6 услуги 6 может быть эфье мы я бы не сказал что мы в восторге от этой позиции но она по крайней мере игрока или игровая солнце 8 коня 6 у меня 6 но папа прежнему до конца 6 идет на c5 ну белый тут затевают немедленно рукопашную принципе логично ну да абсолютно логично нам дали поставить к я на же 5 ну тогда уже и в 4 ходим не стану чертом может быть придется там побить на f4 потом где-то слонки 6 просто сыграть назад и терпеть пытаться обезопасить эту диагональ до что дело в том что скажем взяли взяли а 6 уже пожалуйста надо считаться с конь бьет и в семье 5 фиа конь b3 цб ладей и 5 похоже есть да d4 конь е4 конец и 4 ты имеешь ввиду жертва качества до не некая просто да и а кони все конец и бедену да то есть жертва качества тоже не только сам уж не такая ужасная там черным все пару ходов нужно слона d5 поставить и да может даже можно можно отдать пешку е4 можно поменять е4 на b3 вообще вот и ешей да может быть до этого дойдет и тогда мы сможем показать владея 7 жадность операция жадность так а тут конечно первая реакция как это говорится образована шахматисты на f6 хапнуть владея f6 gf но там к сожалению не видно продолжение ну и 5 конь d7 тоже е5 конь d7 конечно в реакцию тоже входит образованного шахматисты да абсолютно так ну да шалко что бел ну то есть у белых нет мата весь вопрос как белым теперь добегать до ферзи в 4 черные что ходят ферзи 8 судя по всему все то стоп-топ стоп погоди и 6 в 4 в 6 и в коне в 6 и вот здесь терпеть да 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 и нормально терпишь то что конец 3 на самом деле задача белых как-то вот конец c3 довести до королевского слона можете нормально тарикольные 5 переходит от нас и тоже там можно цепять эти там тоже хуже можно что пытаться можно ферзь d3 сейчас попытаться они 8 отогнать коня на f8 но когда ты по крайней мере пока не ходишь f6 ну и делать вид что я тему от поставлю е6 вот пишут да и 6 пишут ну я до конца не видел до конца не видел да может там какая-то тактика на ферзь d3 там коня 8 молодей 8 дан там кони в 6 был ход вот вот это я не понимаю е6 и фьер на ферзи деконе в 6 есть ты бьешь на f6 ладья по 7 подключалась защищать так ну что момент истины h6 коня поймали шикарно ну вот вернулась то есть вернулся вернулась в прошлая партия и теперь остается только добить так тут скромничать не надо я так понимаю нужно даница облить и ферзи в 8 хотя ну уже еще такая ситуация матча даже думать надо да тут напрасно мне кажется даже попытка это все высчитать да побил побил правда ферзи в 8 как распутывать этот кубок не бурки быть все равно вот вот он находит возможность выиграть очень сложно выиграть убортника это это преодолеть просто в каких-то 7 ведутов обороны причем уже в позиции которые ну для любого другого игрока не обороняемая решил же 6 ну что ж можно да можно же 6 это создает конечно потенциал для там марш пешки а главное думать не надо как потом разбираться а то потом все равно пойдет же 6 и будешь думать ну вот почему сразу не сыграл кстати конь ф8 ферзи в практической партии не самая приятная позиция для разыгра не сам конь е5 конь е5 я бы пошел просто а вот так победа я немного психово на решение но но знаю как идет этот матч да по материалу черных лишняя пешка и из радостных новостей что конь c3 ближайшее время не доходит до королев еще из радостных новостей что есть ход ладей в 5 сейчас потому что это красиво да это красиво я не знаю то ли не нашел андрей ту ли сознательно не сыграл не наоборот он поставил ловушку да то есть ладей в 5 ладей в 5 ферзи в 5 и мы даем шах с я один на король h2 забираем эту ладью связывающую пешку же и остаемся с абсолютно выигранной позиции король h2 теперь ферзь е6 мы входим ферзь е6 вес отбрасывается куда-то наш 4 видимо потому что ну наши 5 точно не может теперь даже король g7 ладья h8 чтобы снять все вопросы владея 3 неплохо тоже да хорошо сыграны и 3 подсушить все это хозяйство владе 3 ферзи и 5 еще там присвучены так висит слон на и в 5 тем не менее продолжает бортник это наши фигуры вот пощадь расползаются от короля так все культурно стояло там учеба да 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 он d1 какие-то бешеные лошадь добежит это куда-нибудь ферзь f2 ферзь d4 то есть у него все время создаются какие-то неожиданная новая геометрия ферзи в 2 на h3 нанесет вот в чем мысль я понял да тогда все закончено тогда я и h3 там так вот диабет f7 нет ни на кнопку ферзи что происходит вообще ферзи всем ферзи 4 шах обалдеть ферзи 4 шах ферзи в 6 хотя бы чтобы вызвать размен ферзи нет все равно ферзи 3 защищать владею на g5 но придется продолжить фанта с перевесом черных но но это не ну ну то такая такая смена сценария вот после того что было я столько раз это все переживал теплой ванне находились как говорят черные и вот тебе пожалуйста надо по сути выиграть партию заново да у черных наверное перевес ну да даже я бы сказал что у них выиграла все равно потому что но слишком глобальный перевес там идет пешка до ферзей сначала разменяй а потом очень не говори что это то вот он разменял одним резьем только теперь слонда ты сейчас и 5 людей 5 ладит и 3 он без пешки вот тебе пожалуйста не там кодинатор сменял просто раз за разом на раз за разом именно вот как blitz or переигрывает да это чисто то есть если пенка добивается выигранных позиций а потом именно как blitz or бортник переигрывает на каких-то трюках так водяна быть на b5 припаковалась неплохо сделать с ней сделать не ничего невозможно король f3 а4 король е4 там просто вот оставить его и как король до 5-6 еще в ноги пройти было это такой обездвижил ладью так а что там налоги не ладит d6 там сейчас что зачем зачем все сделать сейчас просто не лучше убила выпустил ту ладью да весьма возможность опять в ничью закончится главное чтобы не поле они поле из-за черных болезнь черных я понимаю объективно то оставься вот это дальше так кроли и четыре уже где-то цук сванги парасах с радовашки или все парасы 4 давай давай мере в 3 на же 6 решил вернуться и теперь что лиц так подожди что-то опять к это смена декораций нежно белый оккультурились до белой что-то не готовы выиграть партию поиграть как-то были готовы погодите а это чтобы король на пятую не попал это супер то забрал молодец и 6 почему 6 ну то пешка а побежала а до этого и не пешка маска вольна в 6 на победу ладно тебе рано тут даже не обязательно знать позицию филидора с конечной пешкой можно допустить можно все он смотрел и пошел водятся 8 да то есть как бы самая простая не видимо проиллюстрировать во-первых тут я знаю вот вторую по моему подряд партию мы объявляем что абсолютно выигранного есипенко 2 подряд партия заканчивается чудесным спасением александра бортника а здесь вот даже на перехват поиграл да тут чуть не выиграл удивительно меня на просто очень сложно с так напомню дать из 14 партии матч соответственно семь с половиной очков знаменует победу в матче до от голых королей до голых королей испанно ты шьяны андрей у ленточки прошло 10 партий матча впереди еще четыре как может топ гросс не выиграть с лишней фигурной вы сядьте как говорится сядьте напротив ну видимо как это сказать не независимые события да то есть это вот если там был бы рулетку крутить то каждый там красное и черное она независимая то есть люди которые обращают внимание гриву 10 красных подряд а тут течение матча дайте каждую следующую партию все труднее и труднее какая-то до эмоциональная динамика она имеет значение так мы продолжаем дискуссии в защите алёхина я извиняю в этот раз у нас просто конь на е5 заболтался до отвлекся там же шесть там смена варианта c6 ход был сделан позже черные сыграли же 76 но по по рисунку кстати более менее аналогичная получается позиция данных на бассейн до симфоник 3 вообще идентична только темпов нет как тут я помню нечто подобное я и дал кольда 7 коник ты потом ладеев 6 или свиорелом балаганом там какой-то кунь d3 почему-то у него очень удачно получалось тут то просто пешка дэй висит давно как-то очень удачно получалось кунь d3 а конь 7 он нашел кунь c7 взять и на так слонги считаем вариант слонги 6 конь и 6 тут да конь и в 7 напрашивается но вроде королев 7 и держит ничего не держится ферсов ты ферс б ты ферс d5 c3 нормально чтобы на б7 висела конь d7 сейчас а и вот тогда уже как раз пройдет слонги 6 конь и 6 конь и все и ферзь б3 да в конце так вот и 7 можно родины слонги 6 конь и 5 есть но здесь но все равно это это белых устройств белый с двумя слонами да я понимаю сломбы 3 а то и слона 2 может быть так пошел я стал вид конь и пошел я уверен что конь и 6 пойдет так вроде кони и кони в 7 ферзь б3 такая были менее стандартная тактика но с одной стороны да с другой стороны он уже должен был встать нашел увидел конь б3 5 слон на b3 коня да нет никакого другого поля кроме как на d7 вот вот эти позиции у черных обычно крайне неприятные мы получили более менее то же самое да что предыдущих партиях ну куда-то было я более один еще более удачная редакция все красиво у белых вот начинает немедленное движение пешки аж не знаю хорошо ли плохо ли там какая-то конкретика опять же что h5 вроде как неудачно так концептуально до 6 может быть допускать h5 тоже не хочется есть этот план с движением пешки аж но единственное вот в этой конкретной позиции проходит ли или нужно было готовиться есть же играет это очень медленно там же три король же 2 ферзя на еду не пока ладью на d1 дай только потом начинают двигать пешку а все ходы белых нравится теперь он пойдет просто словно два там где-то добавит h5 ну то есть в ответ на h6 мы просто отступаем до 602 просто портник хоть ладья е8 то есть видимо намекай на то что и 5 ходить и 5 и 5 может быть и в 5 и 5 да есть такая есть такая история тоже как-то белым нужно немножко задуматься найти наиболее точную наиболее противоядие тяжело понять вообще вот что что сейчас белом белка наш 5 зачем тогда думать чего за меня до хороший вопрос то есть от чего мы защищаем если мы делаем другой ход ну то есть ходу е5 мы особо не препятствуем в любом случае да и вопрос нужно ли ему препятствовать опять же ну да там c4 d5 как минимум опция и может что-то другое есть опять же когда пешка на h5 там еще h6 надо смотреть а что нас может смущать после хода h5 неужели h6 g5 может быть то есть единственное вот то какое-то разумное объяснение да что чудо потом может быть можем бессмертно пойти hgf конь g5 ну да но опять же некий стереотип уже наверно сложился что вот эта попытка с бортиком сыграть бессмертно она как правило ну просто уже конец матча думает как пожестче сыграть да то есть уже есть какие-то выводы об игре наверно и вот поэтому все за два концы не знаю что черным делать так тяжело на пусть разводу и 5 честно говоря рвануть и 5 или это что-то какое-то горе да не мне кажется такие страдания в каждой партии мы не уходим и до конца все это терпим любим прям под эту боль ну как говорили это про кого там говорит это последний рыцарь староиндийской защиты а это последний за защита алёхина я долго-долго время составлял саши бортику компанию свою любовь защите алёхина я объясню где очень просто я в детских турнирах начал играть защита легче всех детей учили там ты хочешь не 4 . не в 3 выводишь слона я смекнул что можно ко второму ходу с лишней пешкой остаться ну это это как бы на уровне там второго разряда как у нет ну не второго наверно там 3 4 тем не менее у меня были в кому-то чемпионате там область среди младших школьников вполне вот были партии и 4 кони в 6 и брал на е4 втором и пронес эту любовь так сказать да там побед над людьми за 2 600 черный да бывает такое но дебют в этом как бы никакой заслуги дебюта в этом нету защита алёхина весьма да в этом в этом исключительно твоя заслуга да и и вот в этом случае заслуга бортника что он просто имеет невероятную сопротивляемость в плохих позицию то есть представить бортника получающим хорошие позиции да вот сашу если саша выучит друг дебют будет получать хорошенько страшный человек но не он просто играть не сможет в этом проблема уже когда ты уже на протяжении лет привык каким-то событиям это что-то идет не так некая такая рутина дата разыграл алёхина тоже пришел начал крутиться да потом где тут по 7 по 5 пошел вроде уже так присмотрелся но менее плохая позиция стала да все таки и б4 есть ну в общем у черных какой-то выбор появился позиция вот андрею как-то нужно дал еще слуни в 4 это неплохо конец виду потому что где-то 5 пройдет или ну потому что то прощает жизни теперь теперь точно ясно что мы делаем до 5 и 5 вот тут вот поди без коня понимаешь коня у нас нет и без коня поди сбей ферзя с поля d6 теперь черным стало понятно что делать там где-то а4 он двигает е4 конь е5 прыгает этой лошадью постоянно да хотите тонкие позиции да вот там из каракана всевозможных из скандинавской они получаются где как раз белым почти везде важно сохранить пару коней ну тут я в андрея верю я предлагаю просто досмотреть концовку партии потому что будет будет очень интересно и не хочется доберет прерывать свои мысли до то что центральный момент матча так я до 1 на всякий случай черных тем временем слонцов он изготовились подменять все-таки позиционное понимание тоже в черных лунды три года 4 есть владица 6 и что слон же 6 ферзь с 6 пешку просто молодец и просто конечно не может быть да тут черных подвисает приблизительно все в позиции да ну а теперь висит один ты понимаешь и нету нету никого удара там служишь и солнце 2 ферзь и 6 ладья бьется 2 браво ну что браво подожди разве думал конь d5 да это можно сразу выиграем белыми надо сразу выигрывать ну сразу не получится я вообще не уверен что выиграем все-таки очень близко наши должны должны особенно если удастся черным как бы вот продать пешку а за то что меняется пара ладей надо обязательно выиграть просто без они тут я согласен то есть точки зрения вообще что продолжить борьбу в матче андрей обязан побеждать после с а4 если мы восьмую возьмем мне кажется нам хватит там ферсаты f8 нам хватит угроз а мы взяли да то есть мы взяли восьмую а это ничего не дает тоже и 8 а а вот может как раз успели черный да то есть поставил ладью на f3 может где-то можно было ладей f3 f4 там тоже трудно добиться а вот какая такая конструкция такая сейчас что происходит ладей 2 и черный пойдут ну приблизительно да да просто могут король h7 а все они пошли на победу играть так а ты знаешь как-то неприятно все защищено часа такой на 6 элементарно сейчас конь на f5 как он пришел да 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 вот они как-то через куда же не через конь е3 коня 6 освободил ладью потом пришел ладью на вторую потом коня на f5 там лена собери и бортиком противно потому что он всегда сделать сначала 100 ходов да есть игроки которые которых терпения хватит но это не бортник спортик кунь е3 а вот оно пришло на становится лошадка на f5 да тут еще не будем забывать что конь фигура противно всегда можно вилку куда зевнуть а потом он второй раз будет показывать в этом пешечном технику до с вводом короля на b6 если получается пешечный да так а ну вот правильно правильно ли цепляется да то есть цепляется пешки f7 и на любой ход короля будут даваться шахи заманить то есть можно и в 6 поставить с намеком что мы сыграем ладья е3 то есть сначала 100 ходов да а еще мысль ладью на g4 поставить я когда-то выиграл такое что не только у меня чуть слон был чернопольный слон и ладья а вру и всегда у меня 4 на 2 и даже там были проблемы потому что цеплялись той же самой пешки происходит ничего также 4 тут уже впору искать какие-то вы знаешь там отдаем ладью на же 2 кунь е3 шах так ну угроза угроза собственно просто пойти h5 так воде h2 потеряли пешку h но это все равно ничья это объективно ничья но тут боюсь не поставлю я на то что андрей сделать ничью что сложного а ты имеешь ввиду как это форсированное что ли нет в том плане что просто зевнет что-то рукав слишком слабо зевнет рано или поздно что туда мне кажется то есть король это неважно 1 и 3 и 7 не на себе движки штан запасно вот знаешь какую позицию когда-то иванчук выиграл у леков быстрый шаг с двумя сдвоенными да они как-то как ни странно довольно удачно идут там становится условно там две сдвоенный пешки король на же 5 поползает да там удивительно там было с переменной цвета у него были белые данных механизм ясен посмотрим как здесь закончится ладью на f4 и в 3 ладиды 3 да просто фантастика просто фантастика да еще я какую-то помню партию виктор львович коршной помог сделал ничью с иваном соколовым вот каким-то таким материалом было такое именно с ферзем так что нужно нужно соскочить крутится все время да и я просто помеш на опыте что коль скоро андрей перед этим там ладью под боем оставлял а тут представь ну вот прыгает прыгает это все не я я бы точно белыми прыгал я себя знаю мне жутко неприятно в таких позициях плохо с терпением ну главное что не делает жених этих ничего бортик ты в общем крутится просто ждет когда ему и не надо пока у тебя закончится эмоциональная энергия ну где-то где-то да где-то часто король мат получит условно плодение 5 не получит но я тоже там в одной парте не получил другой получил и 7 обратно почему-то а потому что шах и король g6 и теперь в ответ на шах видимо из 5 шах и вся эта конструкция двигается вперед да и ладья е3 дальше уже вперед и ладья f3 же на наших а вот огонь и 4 классный ход король переходит на же 4 судя по всему можно ферзь а ферзь b8 чтоб шах же 3 мид а шах же 3 мы не дали ладья f3 король же 4 кстати ферзь b4 в 4 нет шаха по белой диагонали под надо искать надо искать под хорошая идея ну на самом деле да то есть это как бы это звучит как совет начинающего но в целом да вот как какую-то искать бешеного ферзя да ну а что еще делать потому что они вроде идут и непонятно как этому всему мешать то есть вот сейчас вообще просто конец ладья 2 король же 3 и патта нету нет не патта нету зимпата нету и к не конец ферза 7 афир за 7 пока держит один ход у нас ну вот он может там как-нибудь уже надяга 2 ладья b2 был ход и туда либо 2 как уход делать ладья b2 вместо же 4 так я дожди он и он видимо просто провести проведет проведет я думал как-то можно все поля забрать напасть на f4 да тут невероятно к сожалению очень интересная позиция но мы не успеваем это занято все но тут поспешка же пошла у него не спеваем это все анализировать и конец то есть просто такая выносливость никогда действительно как чате пишет просто плохой пешка ничего не могу сделать потому что у них даже нету идеи как на шах напасть просто пошла пешка и да это это боль это рядом больно это очень обидно ну что семь с половиной на три с половиной побеждает александр александр бординг играть еще вот вот вопрос да надо посмотреть начали ли они следующие похоже начинают задыша еще сыграют следующую партию все-таки да по регламенту поскольку матч товарищеский то все партии будут сыграны но теперь уже бортника что может расслабиться и там не сыграть королевский гамбит или да но он не сменяет своему плану то есть играет серьезно до конца мне вот нравится обсуждение в нашем чате так довольно довольно интересно что это кто такой бортник откуда он взялся да кто-то говорит слышал о бортнике раньше чем о десипенко да но саша бортник чуть постарше он в свое время считался как бы из основных талантов украинских из города николаева да потом постепенно уехал по серовесник штаты и 95 вот он 96 и меня регулярно там быстрые шахматы в юношеских соревнованиях обыгрывал в принципе мало кому удавалось то есть шахматист такого как как вы уже наверное поняли по просмотру матча до шахматист большого таланта тактического очень выносливый очень вертки что называется да главное просто абсолютно профессионал блиц то есть но это видно прямо по решениям то есть он знает все все что у него происходит все расклады он к ним готов там у него плохая позиция его это не смещается возить тут и гроцкий обыскал перевес вот наверное опыт какой-то да то есть когда подкрутить когда вызывать этот кризис даже в ущерб позиции то есть это когда ты много играешь блиц с опытом вот это приходит но туда просто андрей с этим не сталкивался и поэтому но сейчас сидит очень расстроена реально но я думаю что на его месте любой любой бы почти не справился но действительно если не играл много партий сборником то тебе очень тяжело составить план на матч с ним и вообще эти подкрутки реагируют привыкнуть да то есть у тебя нету привычки но фактически ты вслепую бьешься там под человека который это делать всю жизнь это очень тяжело такой же 5 тоже любопытно напали на f7 после ладья есть семьи какие-то ходы там были четыре ферзи 4 млд перед и ферзи был какой-то ход b4 понимаешь там нельзя бы а бы разменяться из-за там слона f7 по 4 видимо был просто сильнее чем ферзи 3 может быть может он просто зевнул ход ферзи 4 кстати вероятно да думаю что зевну хотя погоди а ну а забрать на е4 по-прежнему можно да забрали ну бокс не бьют там на е3 какой-то двойные да и черные наверно будут переводить сначала слона на е8 потом поставят королев 8 в 6 скажет линия да это ни о чем мы будут пытаться напасть на е4 слона мыши 6 до кого верно то есть может быть не выходит за рамки равенства игра но у черных полный полный комфорт поприятнее скажем так но опять же анклей как раз в таких позициях очень очень хорош хорошо ну и опять же и наверное не стоит как грится искать от добра добра потому что если ты скажем отступаешь конем с c5 на е6 просто не лучшую черную но опять же матч уже реально закончен лучше все таки играть правильные шахматы а погони когда под вас оборвался на б2 будет ведь но это вот рискованное предприятие но это похоже на то что до этого происходило не забрался скингита и забрал просто слон е6 так со всеми че или по ощущению и но как двое целевые по линии d двоятся да и что-то что-то может он сделать но белая скорее что-то могут сделать не странно может быть же 4 там поднять аж 4 не кстати может а4 стоило и там воткнуть тоже чтобы как можно больше пространства мне кажется обычно ты хочешь таких окончаниях держать логично ну и просто зафиксировать структуру черном чтобы владея не выходила спана вышла на b6 там b3 у нас эластичная структура так нам пришлось поставить эти от 3 по 2 ну да такие рога не немножко неприятности поле бутрии да где-то зная буртик и он вообще в них не сомневается стимул не вне так важно так h5 жажко лишь 5 держи 115 h4 что что это ну надо пытаться да надо пытаться несомненно это же 1 так же 5 немедленно невесения немедленно h4 немедленно h4 магия бы 5 но потом может быть андрей уши под конец матча реально вот она это играл на эту позицию примерно что он пойдет же h4 и подожди как же тут и тогда может уже я его возьму не знаю интересно какие-то наши белых хорошо шах подожди тут тут король же 3 да да короче 3 макашевши вот я даже 6 да и я единственный решить самый мат похож там ладья h1 и ладья h6 2 вау да тогда так вот об этом варианте до король f3 муж королев три правда то же самое он такой почему-то ли себе наметил рисунок а тоже почти мат ладья h2 единственный ход интернай на f7 появляется шах король же 3 так даже переход не а а это грозит шаги h1 по-прежнему там 2 мата грозят это серьезно до грозит же мат ладья h1 а ладья h2 сейчас ладья h8 только ходов нет ну то есть же 4 есть какой-то ход а тогда король же 3 наконец грозит ладья h1 просто фантастическая даже эншпили у них не бывает скучно это правда абсолютно да всегда идет игра на мат то есть пор бортник всегда опасен тем что он может пристроить мат ну из любой позиции да и вот тут слушай тут тоже посчитать разницу между количеством поражений количеством проигранных позиций у саши бортника то есть в очередной раз только можно восторгаться выживаемостью абсолютной выживаемостью и умением бороться до конца за это удивительно смотри не хочет следующий играть так будет интервью с участниками потом ну так попытаемся да а еще отдавить андрей да у нас еще одна партия и ну как бы андрея не хочется сильно конечно да сильно не хочется его что называется мучить так подожди еще ни одна партия еще две партии 8 спины тысячи пахтанда она видимо не не будет продолжать да ну андрей да просто похоже перри перестал и за не отключился ли вообще а нет нет все в порядке начинают лопа восемь с половиной три с половиной ну давай посмотрим дальше начали новую ну гол престижа до защита алёхина до конца своих не сдает александр до конца вот он играл какие дебюты наметил те играл а то да я а тут там задавал в чате вопрос на играет ли он еще что-то кроме ну то есть может просто абсолютно репертуарный дебют ну мне кажется у него именно блиц репертуар однозначенный и даже когда он играет классика он играет все то же самое вот любопытно почему он ходит слон е6 в этой позиции после слон c4 вроде можно ходить нет он же 7 куни всем наверное какие то есть вот хитрости где можно было обойтись без слона е6 видимо не тот случай то есть мы опять же сейчас получим позицию которые уже видели миллион раз в матч h3 кунде 7 куни отступал на f3 если ничего не путали на же 4 можно и 3 на f3 это как натуральный вот такой поиск еще показать такой позиции не было да ты абсолютно пошел что-то другой никого не сильно сердце 7 помню сначала играл и у него не слишком хорошо получилось давно помнишь там попался на вот слон е6 кунь бьет кунь бьет и всем мне не попал еще не попал я имею ввиду допустил это здесь хитрый а он еще слона на d5 выставил слона на d5 теперь е6 теперь можно е6 можно цепить сразу кстати просто цепить сразу с 5 сразу выглядит очень здорово я погоди я разменяюсь слон d5 кунь d5 может быть c4 но не может быть хорошо так он бы что он скроется то есть каждой ли там d5 даже даже е6 пешку пожарю меня свои козырь да то есть может быть это сильно за белок c4 d5 но черпов тоже могут быть свои козырь либо вот знаю что либо тут пытаться играть все-таки c4 скольки слон бьет f3 кунь бьет f3 вы говорите что это хорошо на c5 сразу на c5 что-то за 5 c4 слова втыкнут и тоже не знают до конца 5 черно очень раздала людей 8 черные пошли не 4 не из меня себе был один вид позиции пусть остается да и вот спасибо да тем кто нас смотрит я хотел сказать что к сожалению вот люди которые потом зайдут на канал и посмотрит просто счет сообщений об этом матче не поймут насколько была напряженная борьба да потому что счет к сожалению не отражает но счет абсолютно не не отражает качество партий то есть в партиях видно что идет просто накал стартам борьба я тебе больше скажу до этого матча они играли встречались уже наличие с всю статистику держит до этого плюс 2 было у есипенко без единой ничей ничего себе контроль но он видимо ловил на берсерках бортника я подозреваю не знаю там какой-то мордобой жуткий какой счет я пытаюсь сообразить 5 5 35 3 было до этого матча был счет 5 3 без ничьих в пользу андрея есипенко но это по платформе ли честно интересно да матч не сложился совсем так что же тут делать то есть всем хороша позиция белых но вот как-то этот слон на битре немножко на то белый ну видимо должны все таки d5 ходить жертва как эта жертва на е6 это не туда ну совсем не то в такой в таком раскладе совсем не то ну как-то не дошли фигурки да словно б3 выпадает из общего ряда да словно б3 не дает сходит все таки d5 надо читая видимо сон не 30 погоди тут может бить или илья 5 часа до оптимизмом не знаю от сошелся до конец и надо имею ввиду бить уже надо и 4 там да он так и сыграл собственно это мощно ведь надо 4 мы тут взяли и ферзь b6 может быть не очень не очень удачно же размин с нам ограничения 5 годится да то есть слишком плохо у белых не будет ферзь b6 не играет а ферзь c3 попытка сохранить ферзей возможно весьма неглупая да что ну ферзь f6 есть еще ходу черно кстати да настойчиво неужели придется еще раз вот вот поток как ферзь f6 увидел мне меньше гораздо нравится е5 неудачно там был слон е3 просто можно слон е3 теперь я почему-то не понял почему-то так пока да до конец 5 тут весь даже то мнение вот в этой совсем дальше сb4 a bc5 это как раз я я правильно верю да ну . c5 был наверное принципиальный ход попытка блокироваться конец 5 ферзь d6 b6 вот так выставить да это было было идеей да а то что он сыграл в принципе пропускается 6 какая является идеей да по ощущению так как он бы 8 мы пешку нет мгновенно отдавали до ладьца 1 ладья 607 конь и 8 а тут и сильно тоже и и сильный бортник то есть все под грим тут хотя бы мы на ладья 6 как он ход ладья c4 на вернем час и получит такой d5 да такое ощущение что вообще просто ничего не вообще все под контролем то включение что просто ничего не работает когда ты играешь сбор титан доводится 5 на 5 хороший ход но все равно это конечно очень неприятно ты думаешь что ты получишь больше арена вот сейчас конь d6 он уже в игре конь куда-то на c4 может прыгать как-то лошадка крутится так может пока не поздно выставить на выставила на на 6 по крайней мере какие-то намеки но там на последний ряд до ладья 8 потом конем диагнозе начнется бесконечное прыгание фигур в которой 4 прикрыл поле на их 5 при случае немножко конца 4 ладей 8 короче 7 слон d4 в этом я 8 слон c5 отобрали на b4 или если да если не находится ни на никакого трюка то но пока не видно вот 6 может быть лать 6 до 6 до похоже работает ладья c6 на слон d5 висит слон на c5 ну со всеми достаточно фантастический просто фантастические вертки да на слом по 4 есть ладья b8 и как ни странно придется на d6 пить не но конца 4 солнца 4 с этого и вода дисквалифицировать я так уже нельзя почему нельзя слушать над нечестно я видел ход и не не решился озвучивать потому что мне казалось что там даже слова все слова б4 да ну вот вот том-то и дело да это вот как раз тот самый случай как тактика ради тактики по ощущению но перехимичал да чуть-чуть слоны в 7 короли в 7 забрал на b4 но у белых 3 все-таки пешки нет тут я верю в белых а даже вот так как он просто собрался не брать он поставит слон е3 и и туда 7 и туда 7 ну да замечательный план слон е3 ладья b5 потом все погоди а мы не дадим а ладейный мы не получаем до ладья b5 не это просто выиграл то есть ладейный мы получим как раз сейчас двумя лишними по столе бакаладе а7 у нас явно уже забери на устроит ладья 7 взяли взяли да этот белый должны выиграть да как-то без особых проблем не кажется ну хотя зная бортика даже тут не стоит . спешить абсолютно ну что по технике мне кажется что это размин на можно тогда тут нибудь не буду ничего вообще да нет здесь резко комментировать единственно b4 g5 еще какие-то волнения могут быть мне казалось ладья b8 ну тоже наверно в ряд там же 6 потом можно кара погоди погоди вот и вот это же классика нет не совсем так король f5 надо король f5 до продолжается шах король е4 владеев молодец король же 4 да там знаешь мат получается король е4 владеев 6 король f3 ладья биржи 6 ладья на первую а это просто мат да но есть еще ладья c6 там в ужасе и всеми отбегать назад вот в этой позиции извините да партия закончилась а король е4 ладей f6 король f3 может быть из 5 не закончен закончилась правильно закончилась конечно партия закончилась не закончилась она продолжается видимо еще одна же да 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 у нас еще одно чат пардон я хотел до показать какой-то мат скандинавская защита от андрея ничего себе b4 b5 как как вам такое все последние 4 партия да так то есть 8 свой на четыре с половиной а b4 b5 есть такая да есть такая штучка прямо здесь рокировка слоны в 5 да так там чуть ли не 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 совсем удачно слоны в 5 что ли как-то начали бы 5 типа он там на пытается на 6 хотя может 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 я что-то путаю так играл я нас нет по моему в каком-то или в рапиде или в лице каким-то ком-то тоже будут b4 b5 и как-то у него это ловко очень получилось тут пока пока это не выглядит так уж прям страшно для черных более того я бы сказал что я я сейчас на это смотрю и думаю что это какая-то позиция мечты с дебюта для чарла так хорошо в матче еще не было так и тут почему-то задумался f2 f3 ну вот какие-то проблемки ставит все таки так у меня шуме 3 до свои семь не работает что ходить слон до 6 слон до 6 большая война начинается действительно белые бьют на бьют в центре да то есть нужна нам война муж какой-то я надеялся на слон бы 5 конь до 7 висит на c3 там что-то какие-то мульки так слон бы 4 8 4 хорошего 4 ход хороший который возможно даже меня заставит пересмотреть решение про взятие конем на f3 то есть может как ни странно может какой-то ладью она была пытаться бить на f3 там прыгать на f5 знаешь слона на f4 поддерживать в большей степени вот корявый да но такой на динамику но он боялся сонда 6 судя по всему до последняя партия матча уже не хочется играть совсем что как группируемся на раконде 7 или совсем эти вещи не хочется видеть короткая рокировка как такую же 5 меня немножко смущает но не знаю так хорошо еще не было это лучший итог дебюта для бортника белыми в матче потому что у него ну примерно тот же самый алёхин только улучшенный но я имею ввиду что по спейтсона настолько же плохая как в алёхин так кунь d7 тем не менее все равно кунь g5 слон d5 шахматы сложная игра на тут мы согласны с александром гельманом сложная игра так разминут 5 к ним нельзя было бить из-за выглядит как мат это белый дает как мат ну как конкретно не знаю слона рухи куда-нибудь слон гиппет вообще да но и без слов до 2 очередной очередные навороты пошли до слона 2 там в ответ в духе наших с тобой изыскание владя бьет f6 там нет ферзь к сожалению шахом на е3 а то бы я продолжал бы чушь полная но по крайней мере давайте ферзь g3 возможно да неприятно ферзь b6 хорошо сюда напал это защитил так ц3 слон е7 слон c7 слон c7 слон c7 и почему он опять по-быстрому по-быстрому идут за три года опять да да конечно этому немедленно идентифицировал да это очень красиво пришлось ходить слона 5 это конечно допускает слон дышать к вашим 8 но вот если он выиграет последнюю партию матча в таком стиле это действительно покажет что что все дефирамбы которые мы сейчас поют это это правда да потому что это вот будет выигрыш в стиле соперника просто а сейчас висит слон цветы ты стану если черным играл бортник это было бы просто нормально его позиции работаем рабочие работы черными сейчас андрей посмотрим как как здесь все получится по крайней мере интрига в моем представлении серьезная такая месть была бы шикарная то есть матч я проиграл зато вот выиграл у тебя в твоем стиле однопоследок есть за что побороться еще так ну что ищет служить 4 числа на 5 куда ходить солнце 3 висит висит на c3 на кубе то все отчеты я на вот так вот он мне кажется проигрывать забирать надо не спрашивают коня 6 мат в один градус висит и случаем что он видит бездны слунаш 5 и ферзи нет как у ферзи не 5 о чем я вообще говорить о какой ферзи без меха все хочется ферзя под бой поставить уже читам воды слова за 3 пришел бодрый удар так почему мгновенно до андрей давно уже задумал шикарно сейчас просто напоследок выиграть у бортника в его стиль я у тебя весь матч учился вот вот принимай экзамен да кстати вот если да если говорить про выиграть в стиле и так далее по прежнему же позицию пока допи опять у нас лишний весь комплект но это ничего абсолютно не значит 5 неудачный сценарий для есипенко у него хорошая позиция можно сказать так можно по этому матче по этому матче именно так это и выглядит да то есть просто получаются какие-то позиции там от лучше до выигранной ну и потом включается магия магия украинского гроссмейстера ничего не невозможно делаться 7 слун d6 не такой не получил до ферзи в число не менять свой без слов и питаться а закончить ваше мучение да причем на самом деле мне кажется можно было там по похитрить в ответ на 33 можно было попытаться сначала взять на d7 потому что тут пусть размена ферзей мы отыгрывали на джа и она ванде 7 до сервера 4 на джа и нападал ну да то есть все таки он зевал но бортнику уже не интересно и времени нет да и в результате мы вот так вот заканчиваем матч не концовка приятная все заслужено раздал все попытка но тут уже да тут уже не до магии конечно не до какой поздно поздно надо благодаря сколько раз мы уже произносили эту фразу по ходу партии кстати да сейчас там ладец и 7 ладей и 7 все-таки находилась но даже ладец и ладец и 7 ферзи в 6 можно дать там совсем я согласен а все прошло до d3 d2 да два все же я бы поосторожнее выходил сейчас много шахов подожди игра обостряется техника не слишком а ну вот ладей в 7 короля же 7 теперь ладей в 6 так а это что-то мы все это но это просто фантастика просто происходит до конца и посмотрите улыбается смеется вообще саша бортник потому что да ну я где-то в этот момент я хотел задать вопрос может в этой все-таки в последний матч уже выиграл дата сдаться не ну да тут это просто это просто все равно спаси да ну вот вот просто я думаю что после такого матча до андрей будет вспоминать бортника еще какое-то время точно потому что это так противно что-то невероятное возможно конечно как же так столько выигранных позиции все вот это превращается в последнюю картинную позицию все было сейчас опять вернулись что происходит да ну что он закончился я вижу в чате спрашивать что за книги на столе там как-то прошлись по нам это книги которые для антуража разложил илья это учебник дворецкого развития творческого мышления шахматистов там книга 744 партии гобби фишера и диалоги шахматным настрадавцам сосонка как то так ну что у нас я так понимаю участники на связи мне очень не хочется собственно их мучить если можно вот пару слов пару слов и я даже с володей тут единодушно просто скажем огромное спасибо за за то что вы нам подарили ребят я понимаю что тут как бы ну андрея все основания расстраиваться да мы понимаем что матч да не так однозначен как выглядит то есть ну а саша в очередной раз продемонстрировал вот это колоссальную свою глицов скую сноровку что можно сказать ну правда спасибо большое я так вот коль скоро илья уехал я тут за главного объявляю что пока это самый большой с отрывом вот увлекательный матч володи извини но да то есть моих матчахом не так извини я при тебе это сказал да это тоже было интересно почему-то мне может я был тогда в худшем настроении мне этот запомнил сегодня мы как-то у нас у нас тоже была своя атмосфера мы как-то погрузились вот в этот процесс и тоже прожили мне кажется этот матч с вами поэтому да было было ощущение что это было можно сказать типичный очень матч ну какие-то конечно я понимаю что андрей неудачи но покажите мне игрока у которого с александром не было подобных неудач я скажу вам что это неправда я хотел бы сказать большое спасибо во первых организаторам за матч это было интересно ну очень утомляюще на самом деле я уже сил в конце просто не было доигрывать матч по качеству партии было видно да последняя партия то просто не знаю как это объяснить матч выдался очень тяжелый андрей очень здорово играл но какой-то момент вечно чего-то не хватало то есть то не добивал то цепь ноте что-то не так ну я думаю что в матч был более ровный чем по счету на самом деле в конце получилось где-то не добрал конечно андрей очков ну в принципе мне понравилось спасибо большое организаторам за матч ну и андрею большое спасибо да всем всем спасибо конечно но типичный для меня кажется мать уже когда уже столько раз упустил мне казалось и какие-то зевки просто сумасшедшие даже не знаю с чем это связано вот но в общем не знаю что произошло но александр играл сильно конечно и слишком большая разница именно была при игре на секундах там совсем без шанс то есть когда время еще было казалось что все не так плохо но когда когда осталось мало времени там уже понятно было кто фаворит в общем вот ну что ребята спасибо спасибо за матч спасибо за красивую без компромиссами выводы до каждый может сделать для себя я лично сегодня вот получил колоссальное удовольствие просто очень энергичный был матч вот нам что очень понравилось как вы играли именно что очень энергичная шла игра да то есть видно было что но вы вкладывались в решение нигде я никто ни в один момент мне кажется на матч не забил но то что происходили к там какие-то зевки у андрея это это был имел место быть но напряжение было колоссальное и матч был очень зрелищный для просмотра мы получили удовольствие надеюсь что вы тоже потому что матч но в основном мне кажется товарищеский у нас да 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 и также да надеюсь что зрители канала левитов чес который нас сегодня посмотрели тоже оценили этот матч и как вы боролись сегодня да спасибо большое спасибо 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 ребята я перед перед собственно перед тем как окончательно попрощаться скажу что все правила на этой неделе нарушаются во первых на один плюс один не присутствует илья во вторых ну если ничего кардинальным образом не изменится то у нас будет за одну неделю два раза один плюс один поэтому следите за анонсами на канале следующий матч обещает быть тоже очень и очень интересно